СОЦИАЛЬНАЯ ПЛАДИЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПЛАДИЯ Это может быть сестра иногда Но вообще самый лучший способ идеальный Когда ставить планку жена Это самая надежная система построения взаимоотношений Супруга ставит в цель, муж достигает Некоторых женщин заносит немножко в другую сторону, когда я ему столько энергии дала, а он меня что-то бриллиантами не сыпет. То есть, есть такой инфантилизм включается, или инфантильный гедонизм, когда я хочу ничего не вкладывая, но с него все брать и брать. Я не претендую на истину последней инстанции, и я просто, как мне кажется, что это правильно, я вам сейчас все изложу. Эти моменты на моей семье сработали. Эти моменты сработали на мне и на моей семье. Эти моменты сработали на тех людях, которые ко мне приходят, потому что, знаете, это когда тренер, это уже профессия. Профессия – это образ жизни, наверное, твой. Ты начинаешь все анализировать, ты смотришь одну… И у меня есть тренер по фитнесу, он Сайкл, Дима, почему… И мы с ним когда познакомились, он начал мне говорить, давай еще… И у меня сопротивление, да, там, тело не хочет мое бегать, я там болею, потом то хожу, то не хожу. И, в общем, как-то мы с ним начали делиться, там, он мне говорит, там, по спорту что делать, питание… А я ему начал потихоньку… Я говорю, слушай, дорогой, ты сколько зарабатываешь? Он озвучивает сумму, то есть это за докладом какой-то… Он работает в нескольких фитнес-центрах. Я говорю, почему перед тобой столько денег, а ты их не берешь? Он говорит, нету денег, чего-то я не знаю, я вот здесь сколько лет уже работаю, денег нет. То есть человек замкнулся в своей системе, он не виден. И когда я потихоньку начал ему вскрывать-вскрывать, то его доходы увеличились, там, в три или четыре раза в течение полугода. С момента, как он начал слушать. То есть я ему мозг ломал, наверное, в течение года. И вот потихоньку, там, каждую встречу, я ему там потихоньку закидывал сомнения какие-то. Вот это почитай, сюда обратил внимание. Через какое-то время он начал сдвигаться. И сразу у него доходы выросли. Сегодня он подпрыгнул почти до максимума своего. Вот в той парадигме, в которой он был. Я говорю, давай прыгать еще дальше, это будет там раз пять больше, чем сейчас. Он так голову чешет, подожди, 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 подожди. И, в общем, мы пока ждем. Я думаю, что прыжок будет в течение еще полугода, он увеличится. Это моя теория. Ну, моя, не моя. Знаете, кто-нибудь читал Наполеон Хилл? Это, думаю, богатей, да. Там, в принципе, поэтапно все-все он разложил. Сексуальная энергия, доходы, как влияет. И раньше я думал, я всегда говорил, что сексуальные мужчины, которые зарабатывают, они гиперсексуальны. Но это правда. И все хотят, там, женщины, во всяком случае, они чувствуют этим энергией, что вот так. Но я также видел очень гиперсексуальных мужчин, но без денег. Я все думаю, ну, одного это приводит к богатству, другого, непонятно, сидит, почему-то не зарабатывает. И, оказывается, этой энергией нужно пользоваться правильно. То есть кто-то ее сублимирует в творчество, кто-то сублимирует в зарабатывание денег, а кто-то просто начинает себя разбазаривать. И люди, которые себя разбазаривают, там, большим количеством женщин, там, как-то, ну, в общем, большим количеством женщин, и он не сублимирует сексуальную энергию, он ее просто тратит. И была такая мысль, что основные достижения у мужчин в основном после сорока лет, от сорока до, там, пятидесяти пяти, где-то вот, возраст, когда ты достигаешь очень многого, разгоняешься. Но физически, насколько я понимаю, в сорок уже начинают тебя отыгрывать, да, то есть тело становится хуже, метаболизм замедляется, но вот творчество почему-то, оно прирастает. И один из моментов, это причина, да, что угасает твоя сексуальность, ну, как, твой мозг начинает, как бы, подавлять твои эмоции и чувства, и ты начинаешь эту сексуальную энергию сублимировать уже вот в свое какое-то дело. И тогда появляется эффект, тогда растет доход. Основное, что для достижения целей, для достижения своих, все же успехи, да, мы, сегодня успех, это такая невротическая схема, или цель, к которой стремятся все. Буквально лет пять назад все хотели миллион долларов, теперь все хотят успех. Ну, перефразировали все. Миллион долларов, как цель, она сама по себе очень утопична. Почему? Потому что ты можешь миллион долларов заработать в 70 лет, но тебе этот кабриолет не нужен в 70, да. Ты кабриолет хотел в 20, потому что в кабриолет все-таки прыгают прям здоровье тебе на сиденье. И, ну, в 70 лет тебе она не нужна, эта девочка, но ты все равно будешь гонять на этом своем кабриолете. Вот. Подход немножко сейчас сделан с точки зрения энергии, как мы относимся к деньгам и чего-то. Основные моменты сейчас скажу. Мы же все из прошлого, да, мы все советские все равно. Хотим мы этого, не хотим. Сейчас мы от этого, типа, ничего не было. Но Советский Союз заложил очень много деструктивных установок, которые связаны с деньгами. Было очень много хорошего, но то, что было негативно, это вот деструктивные установки, связанные с деньгами. Убьют, расстреляют, заберут. Деньги зло, богатые люди, они плохие. Сегодня выясняется, что чем человек успешнее, тем он проще, с ним легче разговаривать, он коммуницирует, он вежлив. А те, кто не зарабатывает, те желчные и злые. То есть, ну, в моей картине мира пока это проявляется так. Поэтому у меня, я записал видео прощения денег, это свяше, техника прощения по свяше, но там тараканы писали девочки из Пензы на тренинге у моего учителя, у Натальи Селезневой. И я этот текст взял, и я читал его каждый раз на тренинге, и потом в какой-то момент мне уже надоело, потому что это где-то полчаса длится, и я, честно говоря, в мои блоги еще выходят, когда я читаю, вы еще заметите, я там запинаюсь на какие-то вещи. Я рекомендую просто один раз в день хотя бы этот видеоролик слушать, потому что вскрываются такие какие-то моменты, которые... Но это для людей, у которых еще пока доходы не сильно высокие. Это у тех, у кого доходы, скажем, вот примерно это такая черта, ну, до миллиона, наверное, это надо слушать. Если до миллиона тенге ты зарабатываешь, вот эти моменты тебе точно надо. Если больше, ну, послушай, если тебя что-то цепляет, себе отдельно выпишешь. У вас в Ютубе есть? Это есть в Ютубе, это видеоролик, да прям забьете, вот это прощение денег, и там выйдет, там узнаешь. Прощение? Прощение денег, да. Прощение денег. Вам, мы поделимся всем, то есть весь материал, который сегодня буду проговаривать, я вам весь в свободном доступе. То есть это бесплатно, просто надо с самим собой работать. Технологию и для чего это нужно, я вам сегодня объясню. Вот. Потом прощение денег слушать хотя бы один раз в день, и ваши блоки потихоньку, это меняется, знаете, как, это постепенно, незаметно в течение года, или там вот как-то, тихо-тихо твое отношение к деньгам будет изменяться. Деньги портят людей, деньги достаются только тяжелым трудом, легких денег не бывает, если легкие деньги приходят, как пришли, так и ушли. То есть это все моменты, которые у нас у всех, у каждого и полная вот такая голова. Последняя моя, вот мой последний личный кейс, это, знаете, у меня почему-то, я уже про это говорил, если кто-то внимательно смотрел, про гештальты, помните, про обувь, я рассказывал, это, оказывается, это был не конец, с обувью. Я думал, я купил дорогую обувь, и у меня все тут отошло. Знаете, в чем больно? Не отошло. Знаете, зачем мне отошло? Я купил три пары обуви дорогой, на размеры меньше. Как мне больно ходить, я иду и плачу. Это было просто какой-то ужас. Я потом понимаю, что это не мой размер, я знаю, какой мой размер, я прихожу покупать четвертую пару, и я все равно хочу взять на размер меньше. Я просто мозгом передавил, купил на свой размер, и лучше обуви у меня никогда не было. То есть это блок, который, знаете, это четкая установка твоя, что дорогая обувь приносит боль. И ты один, у девчонок у всех есть такой, такая пара у всех есть. То есть когда ты ее не вважешь, сидеть можно, ходить нет. Вот у меня три таких. Поэтому это то, что невозможно. Мужчины покупают так часы, мужики покупают костюмы. Да, один раз одел, и больше невозможно одеть. Потому что я недостойный, и не могу это принять. Это странная вещь, это до боли видно. И ты такой, да, хороший костюм, пусть повисит, и ты его не носишь, и через пять лет, когда он теряет эмоциональную стоимость, ты его выкидываешь. Это, знаете, когда происходит? Это происходит тогда, когда цена вещи за грани твоего миропонимания. Когда это кажется очень прямо дорого и нецелесообразно. Это вот оттуда. Еще есть, это, я не знаю, советская социальная болезнь, где-то неделика, но в Казахстане, и у казахов в частности, это выделено, прям, вот, это прям социальная такая, знаете, болезнью это не назвать, но социальная какая-то деформация, что ли. Ну вот, мы всех содержим. Да. Да, то есть, когда кто-то поднимается, да, все родственники на него просто виснут, и, короче, из него бабла сосут. А тут почему-то должен вниз это все чехлить. Да? Как это в антибитре, да? Это просто ужасное, честно говоря, состояние. Почему? Потому что, когда ты по ним содержишь людей, родственников, там, даже своих детей, да, то есть, если ребенок уже взрослый, ты должен его снять с этой иглы, то есть, ты должен его отстранить. Родители, если еще дееспособны и готовы зарабатывать, ты должен их отделить от себя. И себя от них. Потому что они хотят помогать тебе, ты хочешь поддержать родителей, потому что ты хороший сын или нехорошая дочь. Но это надо прям отрывать с мясом. Почему так происходит? Когда мы содержим человека, да, мы останавливаем его эволюционное развитие. Человек не развивается. Мы ждем от него благодарности, а благодарности не будет. Когда он поднимется и начнет зарабатывать, сам он с вами здороваться не будет. Он отдаляется резко. И ты не понимаешь, что произошло. Когда, смотрите, у каждого человека есть свой денежный поток. Он, допустим, вот такой. И у этого человека он еще тоже свой. Я не знаю, это, наверное, американцы, опять же, подсчитали. На каждого человека есть по миллиону долларов в мире. То есть, у каждого человека свой денежный поток. То есть, у тебя есть право взять свой миллион всегда. И когда ты берешь от своего потока денежного, отдаешь какую-то часть ежемесячно вот сюда, и у него становится вот таких денег больше. Я не знаю, как хотите, зависит от вашего вероисповедания или тому, Вселенная, Бог, космос смотрит на вас сверху. Вы заработали деньги и какую-то часть отдали вот этому человеку просто так. Наверное, ему не надо. Его денежный поток сокращают на эту сумму. На ту сумму, которую ты отдаешь, что начинаешь меньше зарабатывать. У этого человека, он ничего не делал, но у него прирастает вот этот объем. Наверное, ему не надо. Его деньги сокращают, денежный поток сокращается тоже. То есть, сокращается и у того, кто дает, и у того, кто берет. Берю, берю. Я про это. Поэтому есть упражнение на тренинге, я всегда даю, чтобы вы сделали список тех людей, кому ты должен денег. В 95-м году 500 я занимал, отдай. И делаешь второй список тем, кто должен тебе. В общем, кому ты должен? Ты просто в течение недели берешь и отдаешь, там на Каспе куда-то переводишь, что-то делаешь, или если он в зоне доступа, и отдаешь. Если тебе, человеку, не получается отдать, короче, уже прости себя. Если ты ему звонишь, он не берет трубку, и ты его в соцсетях ищешь, его нету, вы договорились встретиться, но он улетел куда-то, и вот 3-4 раза не получилось остыковаться, вы же, короче, сможете забыть. А кредит это тоже долг? Кредит это долг, но кредит это немножко, знаете, я не люблю кредит. Мы сейчас об этом поговорим, но кредит это получается тогда, когда ты обесцениваешь покупку, ты эмоциональную стоимость покупки занижаешь. Вот видели, да, есть люди, которые покупают айфон в кредит. Да, есть. Да, сейчас их много. Они не могут потратить сразу полторы тысячи долларов на телефон, но они могут ежемесячно тратить на него 300 долларов, или там 200 долларов. То есть стоимость покупки эмоционально снизила. И если ты хочешь какой-то рост или разрыв шаблона в голове, то лучше купить за наличные сразу. И тогда ты склеишься, там, 3 дня будешь болеть, это нейронные связи будут рваться, и будет, ну, от этого будет плохо прям. От этого будет прям плохо. Нейронные связи, когда рвутся, видели в кино, вот в книгах пишут, человека убил, и сразу рвут он. Это обрыв нейронных связей. Это тогда, когда человек перешагивает за грань дозволенного. За грань дозволенного у него в голове. И второй раз убить человека будет легко. Что он переступил. Почему я говорю, уровень нормы, слышали же все, уровень нормы надо повышать. Купив кредит, в кредит айфон, ты не поднимешь свой уровень винограммы. Но купив айфон за деньги, ты свой уровень нормы, ты себе больше можешь просто сорвать. Не все могут принять телефон за полторы тысячи, это очень сложно оказывается. Я всегда думал, что деньги зарабатываются в стрессе. Но я никогда не думал, что потратить деньги, это еще больше средств, чем заработать. Это ужасно, честно, это прям тяжело оказалось. И вот эти обрыв нейронных связей, когда ты переходишь за грань дозволенного, открывается еще больше доходов, денег, возможностей. То есть ты начинаешь идти немного больше. Поэтому содержать людей, не содержать. Если тебя садят на иждивение, отказывайся. Бывают родители, там месяц тебе пересылают, сделай отдельную карту, вообще туда не двигайся. Есть? А, например, отношение нервного мужа и жены, допустим, она в день трезь, там мужа... Ты спокойно, это твоё право. А это нормально? Это мы сейчас тут и дадем. Сейчас мы дойдем, потому что женщина, в принципе, может не работать. Но в современном мире женщина обязана самореализоваться. Ты сама себя не будешь уважать. То есть у тебя будут дети, но не будут бизнесы, ты никому не нужна, нету социальной востребованности, у тебя будет депрессия, это будет нехорошо. Ты весь мозг вынесешь своему мужику просто. Пока дети маленькие еще окей, потому что у тебя есть полный рост забот своих. Но как только дети подрастают, ты весь мозг вынесешь просто мужику, а куда пошел, с кем пошел, а что делаешь, а когда придешь, то есть ты просто достанешь его. А если, например, у мужика это представление, она должна успевать и с детьми, и работать, и готовить, и все, в общем, идеально. Это мы так все хотим, да. Это как бы, это же физически невозможно. Возможно. Возможно? Возможно. Я видел женщин, и они все успевают почему-то. Я, честно, я не знаю этого секрета. У мам наших спросите, как это успевает. Нет, у мам было все проще. У мам было все проще, потому что время было много. Ну ничего себе, у меня мама... Нет, нет, вы сейчас... В школе работали, еще отсюда. Вы сейчас... Давайте, смотрите. Тот поток информации, который выливался на наших родителей, он ничтожно мал. Почему? Потому что все, что человек... Вот все книги, которые мы написали до 2013 года, да, вот все человечество, сколько информации выдало, сегодня сколько информации человечество выдает в день. Да, да. И это, ну... Нам реально тяжелее. Нам реально тяжелее. Телефоны меняются раз в год, компьютеры меняются раз в год, приложение выходит под 15-20 штук в день, и поэтому нам немножко сложнее. Тогда было все понятно. Здесь свои, там чужие. Ну, то есть такое. Сегодня мы живем в состоянии неопределенности, это намного сложнее. Вопрос сначала физически же. Нет, это же, ну, это же образ жизни. То есть постираться, когда тебя никто ничего не дергает, ну, в принципе, можно, но физически было сложнее, и жить из-за этого, ну, меньше. Да, то есть... Сейчас мы пойдем, подождите. Сейчас мы дойдем до вопроса жизни, потому что всегда возникает вопрос, что у нас по обычаям с младшим сыном живут всю жизнь, да? Или там, ну, вот что-то это. Но раньше, когда жили с сыном всю жизнь, тогда жили 40 лет. Сегодня живут до 90, когда мне свою жизнь потом жить? Да. Да? Маме 90, мне 70, но уже непонятно, ты будешь путать то старше, то младше. Я недавно посмотрел фильм, казахфильмовский, по-моему, ну, казахстанский, в общем, наши снимали эти... «Гудбай мой бай». Вот прям рекомендую, «Гудбай мой бай», посмотрите прям. И там в комментарии, когда в Ютубе пошли, вот, там по нашим традициям как нельзя, что-то плохие примеры берете, но весь мир сегодня в ту сторону двигается. Мы под иначе-то не успеешь, не сможешь и... Мы не сможем, потому что раньше немножко все по-другому было, немножко все было иначе. Сейчас нужно немножко постараться. Мы боимся отрываться от традиций, это мост так устроен. Мы боимся менять то, к чему мы привыкли, и мы будем за это держаться. И я, честно говоря, Советский Союз недавно только отпустил, ну, как года три, я все думал, что тогда было лучше, чтобы страна была сильнее. И сегодня то, что есть самоидентификация Казахстана как Казахстан, то, если честно, это меня намного больше устраивает. На нас хотя бы санкции не распространяются. Долги и деньги. Те деньги, которые ты должен сам возвращаешь, тот список второй, кто тебе должен, ты всех обзваниваешь и говоришь, когда вернешь. И вот эти вопросы. я вот там другу занимал пять тысяч лет пять назад, и вот я уже, в принципе, его просил, у него просить или нет. Если ты вспомнила, попроси. Если ты... общество, потом я. Сегодня все меняется, сначала я, потом все остальные. Потом, в принципе, мы, наверное, дойдем и как до Америки, что вообще плевать, что там с обществом. Я вот в этом доме. Потом весь мир, он движется потихоньку к феминизму, и я думаю, что следующее какое-то, оно все перевернется, скоро женщины будут как бы во главе стоять. Сейчас все потихоньку переворачивается. Я думал, что мы выдержим этот период за счет своего какого-то, ну, своих традиций каких-то восточных, да, что мы там, вот эти все традиции сейчас по швам все скрипит просто. И многие начинают переживать, на колокола бить. Надо просто отпустить, посмотреть, что будет. Будет просто чуть-чуть по-другому. Но это все идет по швам. Это видно по голливудским фильмам, потихоньку нам уже сдвигают парадигмы, мышление. И это уже практически неизбежно. Практически неизбежно. На мой век, наверное, хватит нашего вот этого патриархата, но я сомневаюсь, что для наших детей там уже будет патриархат, мне кажется, сколько. Долги, в общем, возвращаем. Должникам, в общем, звоним и просим. Те деньги, которые тебе не вернули, тебе в течение недели вернут деньги все. Ну, не все, там процентов 70-80 вернуть, когда ты попросишь. Потому что тебе не возвращают деньги не потому, что ты, у них нету, а потому что тебе не надо. ты дала там 10 тысяч, 5 тысяч дала и потом неудобно попросить и, короче, уже 5 лет прошло. Позвонишь, тебе вернут сразу. Есть глобальные долги, там, типа, там взяли 10 тысяч долларов и, конечно, тебе не вернут. Этих людей всех в письма прощения вносишь. Пишешь письма прощения и прощаешь их за то, что они тебе кинули. Или там, за то, что они тебе... для чего? Для того, чтобы тебе эти долги либо вернут быстро, либо ты заработаешь еще. Вот этот вот долг, он тебе не дает зарабатывать, потому что ты постоянно думаешь про него. Ты думаешь, вот бы мне отдали, ты не думаешь, что я могу еще заработать, потому что, вот бы мне отдали, было бы хорошо. И вот в таким прошлом ты живешь, из-за этого ты не зарабатываешь. Себе, как для упражнения, возьмите раз в квартал завершать все свои незавершенности. Это сходить к стоматологу, сводить собаку к фитилинару, постирать шторы, помыть окна, отремонтировать машину. Раз в квартал, да. Незавершенности закрываются за день, за два, то есть, ну, это такие мелкие вещи, которые тебя парят, там, убраться на балконе, в конце концов, не получится. мелкие дела, которые ты... Мы про обиды сидим. Сейчас отойдем, подождите. Вы с каким запросом пришли? Что-то, а то я вас не пойму. Или вы анонсы неправильно прочитали, или вы чего-то ждете и ничего не думаете? Я слушаю. Нет, вы запрос такой? Запрос? Ну, у меня какой-то конфликт. Это мы заметили. Конфликт между чем и чем? Ну, достаточно лично. Ладно, это в конце тогда, ладно, чуть-чуть так позавал. Немного потерпите, потом посмотрим, потому что у вас уже на макушке все уже. Деньги. Есть вот ремесленники, кто там коучи, психологи, терапевты, массажисты, строители, там, я не знаю, кафельчик, кто-то кладет, кто-то там. Ну, то есть люди, которые зарабатывают каким-то ремеслом, да, и люди, у которых есть бизнес. Я вам просто рекомендую записывать, особенно ремесленникам, потому что люди бизнеса, они записывают и ведут. Ремесленники к этому относятся очень халатно, к деньгам. График своих доходов ежедневный. Обязательно. График своих доходов ежедневный. Для чего? Потому что в финансовом графике ремесленника не должно быть стабильности. Когда ты выходишь в свое ремесло, ты зарабатываешь должное так примерно. тогда у тебя выходит вот это называют плата, как финансисты говорят, плата. Когда в течение полугода у тебя один и тот же доход и ничего не меняется. Если ты здесь знаешь, из-за чего у тебя вот ты застрял, ты там учишься, ты получаешь какие-то набыки новые, да, ты там перестарь, если здесь объективной причины нет, и ты живешь там у меня все хорошо с утра фитнес, вечером там в кино, и у тебя доход одинаковый, вот надо бить тревогу. Потому что когда спар, в принципе, ты выкрутишь себе эту кризис и он тебя поднимет еще выше. Но когда у тебя стабильность, будет стагнация обязательно. И потом вылазить очень сложно. Из-за вот этой стабильности вылазить очень сложно. График доходов ты можешь наложить сверху на график своих эмоций, свое состояние. Хорошо тебе было, плохо, депрессия, не депрессия, даже когда у человека свой магазин и он там не участвует в операционной системе, но в операционке и он лежит там где-нибудь на Бали или на Гуа и там и у него просто депрессия там, доходы падают в магазине сразу. Поэтому эмоциональное состояние свое надо держать на должном уровне и тогда доходы будут у тебя нормально. Как только тебя начинают шевелять в эмоции, тебя шевелять и в деньгах. Это четко привязано. Когда ты живешь вот тут внизу, когда у тебя доходы от тебя не зависят, это примерно когда ты на зарплате. Я не призываю всех бросать работу или что-то с этим делать, но когда ты сидишь на зарплате, твой график доходов просто одинаковый. Но он идет не вот так, он идет вот так. Ты просто не замечаешь, что изо дня в день ты зарабатываешь меньше. Потому что потихоньку инфляция живет и ты не понимаешь, что происходит. Но зато стабильно. В деньгах стабильность это самое, наверное, такое, чего он привыкли ждать. Вот советские люди, вот мне папа, знаете, очень долгое время говорил, устройся на работу, ты когда-то встанешь на ноги. Хотя уже когда было у меня все хорошо. И он мне каждый раз, когда ты устроился на работу, я говорю, Ты когда-то наконец, пушк работал, я говорю, папа, я не буду больше работать ни на кого, не хочу я, я уже не могу. Нет, тебе надо устроиться, а то это не пойдет. Я говорю, папа, какая разница? Он говорит, нет, тебе надо. Я не знал, как папу переубедить, потому что мне эти разговоры через годик надоели. Знаете, что я сделал? Я пошел, открыл ТО, сделал себе печать, приехал к папе, папа, когда задал вопрос, я положил так, чистое бумаги, а четыре достал печать, видел? Что это? Фирма моя. Сам открыл. Один я там. Успокоился? Один работник сам делал. Да, сам себе режиссер. И папа отпустила. Папа отпустила, далека сказала платить налоги, и в общем, есть фирма, платим налоги, и папа отпустила, меня отпустила, у нас этих конфликтов украшены. И эмоционально, эмоционально, и в деньгах одно и то же. Чтобы вот отсюда человека перекинуть вот сюда, вот этот процесс, он очень болезненный. Он очень болезненный. У меня это заняло три года. Почему? Потому что я очень консервативный, и я цепляюсь за старое, но раньше цеплялся страшно, сейчас я начинаю потихоньку отпускать, уже научился, но я прям вцеплялся в офис, когда меня увольняли, знаете, и вот как в том Джерри, помните, паркет поднимался, вот так меня из офиса выгоняли. То есть я не хотел уходить. Я говорил, сделаю все, что угодно, что вам нужно, только меня не увольнять. Слава Богу, меня пнули, смогли выгнать. И три года я вот в депрессии, болтался туда-сюда, искал, не знал, чем заниматься, но потихоньку, потихоньку, я материл всех людей, которые встречали, всех учителей, коучей, которые меня сдвинули. Мне же здесь было хорошо. Мне было комфортно. и когда меня выпиливают. Знаете, самое большое сознание моё было, это последнее место работы, где мне 1200 человек было в прямом подчинении. Да, у меня была хорошая зарплата. То есть даже сегодня эта зарплата, ну, она даже в тенге, она такая нормальная зарплата. Но я думаю, зачем мне вот это сделали? Для чего мне? И первый был шок после увольнения, когда я сидел, было 10 утра, и не было ни одного звонка на мой телефон. Я понял в тот момент, что я был винтиком в чужой системе. И вся жизнь двигается не вокруг меня, а вокруг кого-то там. И тогда я себе дал слово, что я закручу что-нибудь вокруг себя. И как мне было тяжело понимать, что когда я работал на фирме, когда я спал, деньги шли. Я обедал, деньги шли. И когда ты работаешь на себя, ты бежишь, деньги идут, ты стоишь, деньги не идут. И вот это было очень сложно. Но когда ты полностью возьмешь ответственность на себя за свою жизнь, тогда у тебя, ты переходишь сюда и начинаешь вот здесь болтаться. Но здесь стабильности не будет вообще. Здесь жизнь очень такая, ну, то хорошо, то плохо, то этот, но ты болтаешься в этом поле, ты не спускаешься сюда вниз. Здесь комфортнее, даже то, как здесь плохо, не мечтаешь, чтобы им здесь было так хорошо, а у тебя здесь плохо. Но тебя здесь вот так болтают. Все люди, которые открывают свой бизнес или там начинают там вязать носки или там бисером, они когда будут стабильности? Да не будет этой стабильности. Да и люди. Некоторые люди держатся еще сильнее, чем я, да, они выходят в это поле, это очень талантливые люди, потому что я не знаю, как они это совместили. Они, живя вот здесь, там, какие-то там, допустим, 100 тысяч деньги в месяц, на стабильной зарплате, да, они умудряются здесь, зарабатывают, допустим, там 2 миллиона. И в течение года еще отсюда не увольняются. Понимаете, да, что происходит? Он зарплату здесь 8 часов в день тратит на то, чтобы зарабатывать 100 тысяч, и как-то между делом у него получается зарабатывать 2 миллиона. Горисин. Горисин. это, знаете, кто? Кто инвестирует, что ли? Нет, это не инвестиции, это прям прямой доход, это люди, которые работают в офисе и начинают там чего-то там мать. Левые же радости. А? Левые делают. Не левые. А забывают отдельный бизнес какой-то, который не зависит от этой работы. Вяжут, шьет. Вяжут, шьет, она что-то, еще какое-то хорошее дело. Между делом. И они зарабатывают вот это. И когда ты к ним подходишь и говоришь, почему ты не увольняешься, гениальный ответ. Я вообще, я даже... Не подпи. Зато стабильно. Зато стабильно. И в общем, приходит момент, когда человек отсюда потом увольняется. Но это они держатся за свою роль. Работа сильнее, чем я. Потому что меня просто выгнали. Я бы держался, может быть, но меня просто выгнали. И совмещать я не могу. Вот так могут, по-моему, только женщины. Вот пока я сколько наблюдал, вот так могут женщины. Сидеть офис-менеджером, еще фигачить, там чего-то носки продавать. Это только женщина так может. Или Ари Флейм там. Это о многозадачности, да? То, что вот женщины там воспитывать этот, могут. Вы иногда на какой способный... Это точно. Мужчины сегодня тоже делают много задач. Мы можем выполнять там несколько функций одновременно. Но достичь вашего совершенства мы пока еще не смогли. Мы вряд ли сможем. Замечали, что в топ-менеджерах сидят в основном женщины сегодня. Ну, среднее звено и чуть-чуть там где-то в топах. В основном женщины. Почему? Потому что женщина в интригах корпоративных войнах она намного эффективнее, чем мужчина. Зачем они? Мы не можем так интриговать. Мы не можем так играть. Мое достижение было, я проработал в женском коллективе, где 1200 человек это были все женщины. И начальницы тоже были женщины. И они хотели, чтобы на моей должности сидел обязательно мужчина, но они его хавали там в течение 12 дней. Две недели нет мужика. Он говорит, нафиг, не хочу. Я продержался со всеми своими знаниями там в психологии или там чего-то. Я научился делать комплименты, я научился делать вовремя подарки или оказывать знаки внимания. Я научился сказать вот здесь и не договорить здесь. Я научился интриговать. я продержался полтора года. Это был мой личный рекорд. Полтора года меня все хотели сожрать, но меня не съели. И больше я так не хочу. Это очень большое напряжение, потому что надо помнить, что ты набрал здесь и чего не досказал здесь. Сложно. Для мужчин это очень сложно. Мужской и женский мозг это два разных космоса совершенно. Я не знаю, вы видели или нет. В ютубе там есть он проповедник, по-моему, пастор какой-то. Он объяснял отличие женского мозга от мужского. Мужской мозг, коротко расскажу, он весь в кейсах, в коробочках. Есть коробочка для машины, коробочка для отношений, коробочка для учебы. И когда мужчина достает какую-то коробочку, он говорит только о том, что в этой коробочке. То есть если коробочка для машины, то только о машине. У женщины связано всё со всем. И из-за этого вот человеческий мозг, он так устроен, мы запоминаем быстро только то, к чему у нас есть эмоциональная привязка. Почему языки учатся в среде быстрее, чем когда ты сидишь за партой? Потому что есть картинка, есть эмоция, есть слово, и оно просто вклеивается. Поэтому женщины помнят всё обо всём, потому что до всего есть дело. Мужчины не помнят ничего. Мужчины не помнят, как у друга сына зовут. Я всегда у жены спрашиваю аккуратно перед тем, как зайти в дом. Я не помню, реально не помню, потому что мужской мозг, он отсел и всё, чего мне нужно. Ну, или вообще всё отсел, я не знаю. Вообще ничего не помню. А женский мозг, он так устроен, и поэтому в корпоративных войнах вы сильнее. Реально сильнее. Мужчина эффективен в войне, в каких-то конкретных вещах. Но не в корпоративных. Конечно, есть таланты, талантливые начальники, мужчины, которые интригуют посильнее женщин, но это очень мало. Это очень редко встречаешь. Таких слушаешь, и думаешь... Я был как-то на тренинге, проводила Джанара, Ичарана. У неё опыт работы в Ичаро-менеджерном, не знаю, 20-15 лет, или что-то больше. И она когда начала объяснять, как себя в корпорациях вести, я вот клянусь, я вам сидел на неё, смотрел, думаю, где ты была, когда я там работал. Потому что очень многие вещи я, оказывается, не понимал. А она просто разложила. И мне было настолько удивительно, что почему такие тренинги не проходят в корпорациях, потому что это бы намного облегчило жизнь людей. Есть ещё одну такую... Это уже не социальная привязочка, это такая... Это не привязано... Нет, но это есть у всех, насколько я понимаю, это есть во всех народностях. То есть и у казахов, и у русских, и в Америке, это у всех есть. Брат-сестра, такие привязочки. Брат... сын и мама. Брат-с братом. У меня было так с моим братишкой. Когда я устраивался на работу, я начинал зарабатывать деньги. его увольняли. Он терял работу, и я его потом содержал. Потом, он же не может долго сидеть, он устраивается на работу, и я понимаю, что меня скоро уволят. и я терял здесь работу, и после этого он меня содержал. И мы так жили, наверное, ну, лет 7-8, наверное, так прожили. Пока я не пришел, не встретил своего учителя, я говорю, что у нас происходит, почему у нас так? И она сказала, завершите свои вот эти отношения финансовые, оборвите просто, и давайте деньги только друг другу в долг, не надо друг друга содержать. После этого, я у него как-то недавно 5 тысяч взял, он позвонил, сказал, когда вернешь. То есть у нас сейчас разные финансовые потоки, зарабатывает он, зарабатывает я. Каждый сам за себя. Так зарабатывается больше. Поэтому вот эти связи, если есть брат сестра, сестра с сестрой, мама-дочь, там, то есть с другом бывает такое, когда ты даешь деньги, ну, и типа, ну, и ладно. Потом тебе плохо, он тебе дает. У вас сообщают, у вас сливаются два потока, и вот, то есть у вас два потока сливаются в один, как у мужа с женой, и начинаются вот эти карусели. К слову о том, что кто должен в семье зарабатывать, мужчина или женщина, это вот к тому же. У вас потоки сливаются в один, у мужа с женой. И кто бы домой денег не тащил, он принесет ровно ту сумму, которая на вас идет. Вы можете оба зарабатывать, допустим, по 500 долларов, или может, ты можешь сесть и сидеть дома, ухаживать за детьми, он будет зарабатывать тысячи. То есть ваш поток, он все равно будет один. Вы можете здесь 0 и 0 и 0, он будет думать, что это он заработал, а то, что твой поток, он же не знает, это типа психологически. Ему не надо знать. Потом скажет, иди сама зарабатывай. Мужика своего вообще не трусь здесь. Он пока несет, сядь, молча сиди. Убрать. Сядь, молча сиди. Сейчас подойдем. Сейчас, смотрите, теперь как разрабатывать свои шалбоны, это как вот с дештальками, вот этими туфлями, это с сумками у женщин связано, у мужчин связано, с часами, с машинами, и вот с какими-то такими аксессуарами, дорогими. У меня жена казашка, кто в казахах разбирается, она найманка. Я сейчас объясню в финале. Я как-то в интернете даже сделал пост, вот этот, я нашел в фейсбуке три степени найманской жадности или найманской тамчатки. И там было написано так, что нет денег, это первая степень. Совсем нет денег. Вторая. И третья степень придется разменять доллары. Найманов, если потрястись, не посыпется совсем. Я к чему это говорю, это как расширять свои горизонты. Если моя супруга позволяет мне расширять мои горизонты, она значит видит в этом выгоду. Да, то есть, такие люди, они ничего не делают без какой-то выгоды. То есть, просто так просирать деньги она ничего не даст. Почему с найманами везет? Потому что ты начинаешь как-то наращивать это все. Они как будто все читали вот этот самый богатый человек в Вавилоне, то что книжку запишите просто очень такая. Она старая, но в общем, какие-то ссылки буду делать. Уровень нормы. Шкала доходов. Здесь я буду писать образно, потому что доходы у всех разные. Вы либо добавляете, либо убираете что-то там. Нам будет всем легче, если мы будем вот так считать. Тысяча долларов доход. И твоя задача выкрутить его сюда куда-то в непонятную десятку. Сегодня в Казахстане 10 тысяч долларов это сумма такая, с которой уже прям хорошо. Тысяча это, жить можно, но короче, оно такое, оно все равно чуть тяжеловато. И из этого мира понимания вытащить его сюда вы не поймете никогда. Кто зарабатывает десятку уже сейчас, добавьте сюда ноли, здесь 100 тысяч, здесь 10. Ну, то есть, ну. Теперь кто уже зарабатывает деньги или кто уже зарабатывал, все, наверное, делали момент. Смотрите, когда нет денег и ты стоишь на улице под дождем и у тебя нет даже зонтика, ты думаешь, бля, если бы у меня были деньги, я бы там, у меня бы хотя бы после не промокали. Дорогие туфли, у тебя создается устойчивая нейронная связь, что дорогая уловь тебе не доступна, это вообще не для тебя. От этой нейронной связи отходят еще пять там каких-то веток и создаются еще устойчивые связи квартира, машина, там сумка, часы, туфли, от этой еще там уходят, еще. И создается такая, знаете, как сетка рапица в твоем сознании того, чего тебе не дозволено. и вот здесь все твое, перчатки, мальдивы, буршевель, оно все тебе недоступно. Это психика. Это в голове у тебя просто блокируется. И все, что не входит в свое миропонимание, ты будешь от этого избегать. Вы замечали, что в одной и той же аудитории есть люди, которые говорят, в Казахстане столько возможностей и есть люди, которые говорят, в Казахстане невозможно жить. Это же вы же не в разных странах живете, это же все в одной стране, потому что в голове все. И вот эта вот нейронная связь для того, чтобы оборвать. Тебе нужно просто взять и что-то себе позволить и рубануть вот эту какую-то центральную или там не центральную, не совсем центральную. Тебе надо оборвать нейронную вот эту связь. Знаете, когда я слышал просто про нейронные связи, мне казалось, что это такое какое-то абстрактное, что-то вроде энергетики, там кармы или еще какой-то там фигмы, психологии, что это физически невозможно на себе ощутить. Но когда рвутся нейронные связи, у тебя понос 3 дня, тебя тошнит, рвет, и у тебя голова болит. Ты не можешь ходить, ты физически не можешь ходить, это почти как температура отравления, я не знаю, это еще. Это просто, но редкий извращенец редкий может найти сам вот этот триггер. Очень редкий, я вам говорю, честно, чтобы лишние деньги не тратить, возьмите, лучше заплатите коучу за сессию или там психологу, кого-то найдите, и вам это выйдет дешевле. Тебе будет казаться, что это невозможно и нафиг надо, но это намного дешевле, потому что ты сделаешь это сразу. К чему я? Миропонимание в тысячи долларов и миропонимание в десять тысяч долларов это абсолютно две разные психологии. Абсолютно две разные психологии. ты же не можешь выйти сразу на этот уровень и купить себе ламборджини какой-то. То есть, если ты что-то будешь себе рвать и покупать с этого миропонимания, ты должен взять именно из предметов роскоши, которые тебе кажется для тебя недоступны. Ты берешь допустим, тренера, он начинает с тобой разговаривать и он вытаскивает твои зацепы. Где у тебя там в университете там, допустим, подружка сказала, что у тебя слуха стрёмная или у тебя там она дырявая или у тебя кто-то там посмеялся. Туфли не такие, нос кривой, очки не те, еще одно с волосами что-то не того там. Ну, он найдет. В общем, задача найти. Но ты покупаешь не просто какой-то там, допустим, я хочу хорошую сумку там и вот зацепилась и ты думаешь куплю сумку за 100 долларов и все это отвязалась. Или там за 20. То есть цена, которую уже в принципе можно нормально купить. Но вот эта сумма, вот если мы остановились на сумке, да, свой месячный или лучше двухмесячный доход ты покупаешь за себе сумку. Одну. Не 20 сумок, а одну. и происходит вот этот обрыв нервных связей. Ты когда переболеешь, тебе будет очень плохо, ты потом увидишь вот эту сумму, где она. Ты только потом увидишь вот эту. Вот этот пресловутый выход из зоны комфорта там. Я бы, знаете, не советовал бы каждый раз выходить из зоны комфорта, но хотя бы один раз в полтора, в два года вот эту вещь, вот эту безвращенскую делайте. Знаете, что самое страшное? Не вот этот шаг. Второй шаг, очень дорогой потом. Второй шаг, он будет в 15-10 раз дороже, чем первый. И это оказалось еще болезненнее, чем предыдущий. Но если ты хочешь постоянного роста, раз в полтора, в два года себе вот это срываем, можно чаще. Есть люди, которые делают это чаще, но мне кажется, это психика изнашивается сильно. Как-то надо закрепиться и потом утвердиться и потом опять рвать. Можно, конечно, бежать впереди паровоза и все деньги, которые зарабатываешь, чтобы себе на разрешу облонов туда закинуть. Но порвал, успокойся, посиди в этом и поживи, утвердись и в этом статусе закрепись. Дойдешь до сюда, поживешь полгода, позарабатываешь по 10 тысяч, дальше рви себе в мозг. Но каждый раз, аккуратно просто, это действительно прям болезнь. Так расширяются планочки. Есть такой момент, сейчас мы дойдем. А если человек, например, зарабатывал 10 тысяч долларов, то есть он приводит, ну, не говоря, скажем, 10 тысяч долларов, и забрали потом. А потом, ну, нет, вот это вот, то есть, скажем так, он тратит легко деньги. А вот нет вот этого потока раньше. Как раньше? Ты не сможешь тратить легко деньги, потому что они в какой-то момент кончатся. Нет, я имею в виду, то есть, как я 10 тысяч, условно, например, я зарабатывал условно 10 тысяч долларов, 10 тысяч. Да в день мог заработать 10 тысяч. И так же и стратить, 50 в казино оставил. сейчас зарабатываю, например, 500 долларов. Так же легко могу с ними расстаться. То есть, у меня вообще нет в этом отношения никаких вот вещей. А дети? Человеки. Не, ну, дети, там, семья, я не знаю, как бы. Смотрите, если вы всего зарабатываете 500 и тратите легко 500, а дети там что едят? Нет, я имею в виду, что... Отношения не являются. Да, вот это не возле связи, то, что там меня какой-то бойцов покажет. Ты когда вот сюда вышел, ты один раз уже себе порвал. Второй раз разглянять, вот, сейчас мы вернемся туда. Смотрите, если ты сюда выпрыгнул и потом у тебя забрали, это эго твое. Деньги забирают, деньги забирают, когда у тебя включается твоя гордыня. Как еще гордыня? Деньги начинают забирать, вот, у тебя все хорошо дела идут вверх, в гору все идет, и потом, как только у тебя включается гордыня, у тебя начинают отматывать все обратно. Ты можешь, конечно, пытаться поддерживать свой образ жизни, но все равно будешь потихоньку сужаться. То есть, надо подавить... Гордыню подавишь, ты опять выскочишь. то есть, вот это нейронные связи... Вот смотри, вот нейронные связи, то, что... Сейчас, сейчас, вот то, что я говорю про нейронные связи, и вот это для 90% населения, это кто ни разу не открывал свой бизнес, кто только начинает, это вот для них. То уже вот здесь, это уже борьба с эгом. Смотрите, ты себе вот сумку взяла, да, сначала будет непринятие, тебе будет, что с ней ходить, ты каждую царапину будешь считать, там шелкнешься, будет прям неприятно, да? Или кто, не дай бог наступит, ты поставила, это вообще будто истерика просто. Потому что ты эту вещь еще не принял. Потом в какой-то момент придет принятие, через какое-то время приходит равнодушие. Тебе кажется, что это просто сумка. И ты ее швыряешь, как обычно, и пинаешь, там уберите, но тебе все равно уже. То есть, вещь практически теряет ценность. У меня, во всяком случае, через полгода после вот таких извращенских вещей включается гордыня. Я начинаю потом людей делить там часами, сумками, обувью или еще какую-то фигню. Как только у меня это включается, я начинаю себе это подавлять, прорабатывая, да? Потому что все люди одинаковые, что дело ни в вещах, ни в деньгах, независимо, сколько ты зарабатываешь, все люди хорошие. То есть, это нужно себе потом в голову вбивать, потому что в какой-то момент ты начинаешь со всеми говорить свысока, сверху вниз, что поучает, тебя никто не спрашивает, ты начинаешь в глоту вбивать свое. А есть еще? Например, если вы, грубо говоря, есть какие-то академические знания, да? То есть, условно говоря, какой-то коуч, да? Слово в этом разбирались, но увидишь, что человек тупой, полки-полки. И пусть остается там, где есть. А если это твоя профессия, ты должен... Нет, если у этой моей профессии человек заплатил деньги за сессию, он будет слушать. Но если он заплатил и не слушает, он мало заплатил. А если он хочет платить и слушает? Тогда я не буду с ним разговаривать. Сегодня я могу уже выбирать, я уклинусь, сейчас я могу уже выбирать клиента и мне от этого хорошо. Я могу конкретно сесть, если мне человек нравится, иди домой. Вот возьми деньги иди домой просто. Но когда таких людей становится много, ну, нужно просто тупо цену в два раза поднять, и тогда люди сами откалибруются и придут те, кому надо. Ты получаешь, ты получишь от коуча, от психолога ровно столько, сколько ты заплатил. Тебя может самый дорогой коуч там какой-то принять бесплатно, и ты не возьмешь там ничего. Ты возьмешь ровно столько, сколько заплатил. ты не сможешь взять больше. Не потому, что тебе не дали, потому что ты не взял. И поэтому сегодня не навязываю ничего. Что-то мне, когда говорят, это неправильно, ну, неправильно, хорошо, пусть неправильно. Пока ты в этой параде не живешь, пусть так будет. то есть, ну, такое. Поэтому, деньги, когда начинают отметать, это значит эго, прорабатывать эго. Эго. Есть несколько способов борьбы с гордыней. гордыней, мне кажется, обратная сторона, да? Допустим, когда ты привешаешь кого-то и принижаешь, то есть, ты такой-то или ты, в общем, как сказать, в основном многие поднимаются и принижают, а есть, которые еще не поднялись, но они себя чувствуют ниже эго. Это уже заниженная самооценка, это вот это надо делать. То есть, как они только садут, через полгода опять нос вверх поднимется и начнут деньги забирать. Почему я говорю вот эти доходы свои, смотрите, потому что, как только ты начинаешь из месяца в месяц зарабатывать, это гордыня. Посмотри, с кем ты так разговариваешь с людьми. Потому что некоторым звонишь, вообще говорить неохота. Если, у меня, знаете, у меня же вопрос с диригированием и не умею доверять. Клянусь вам, я не могу взять ассистента, потому что, мне кажется, она будет делать эту работу как-то не так. Но сегодня уже надо, чтобы эту работу хоть как-то уже делали. Потому что я не отвечаю на WhatsApp, бывает по 3-4 дня, потому что я не хочу просто даже видеть эти сообщения. Потому что мозг просто кипит. Каждый человек, который пишет, он думает, что я его помню. Помните у меня вот проблемы? Я коротко, я короче скролли 5 минут. И ты пока вспоминаешь пока этот, мозг просто в какой-то момент отказывается. В такие моменты я убираю телефон на 3-4 дня, я ухожу в баню, как выгружаясь, потом только начинаю в нормальном эмоциональном состоянии отвечать. чтобы не было извините, пожалуйста, чтобы не перекладывать свои какие-то проблемы туда. Человек приходит выгрузиться, а ты начинаешь выгрузить. Эго. Обратной стороны положительного эго нету никакого. Я просто читала книги Синяльников «Мой любви болезни» и там написано что эго есть такое и такое. Сейчас, сейчас. Это то, что мы думаем о себе, правильно? Это когда я выше кого-то. Ставишь выше. Когда я выше кого-то. Эгоист. Вот вообще смотрите, в психологии есть такая графа, табличка, и здесь положительные эмоции, а здесь негативные эмоции. И многие психологи начинают спорить, что там страх положительный, страх негативный, эго положительный, эго отрицательный. Это скорее всего что-то вроде из той серии. И начинают антипод искать каждой эмоции. И очень много от этого споров. Начинают приводить каждый свои кейсы какие-то. Но знаете, что упрощает? когда вмешивается когда-то сюда любовь. Все, что из любви, оно положительное. Все, что из страха, оно негативное. И тогда вот эти все споры сразу уходят. Сразу все заканчивается. Пример, стройка, допустим, да? Я не знаю, здесь строитель есть? Стройка, короче, вот человек ходит по стройке, допустим, рабочий, ты видишь, он ходит без каски. В принципе, есть техника безопасности, по которой нельзя на стройке так ходить. И какой-то сотрудник пишет заявление на него, что вот такой-то, такой-то в это время ходил без каски. Это хороший посудок или плохой? Хороший. А если я хочу его должность? Это зависит от твоего намерения. То есть если я исхожу из любви, я реально переживаю за то, что просто кирпич на голову упадет и он умрет, или я хочу его подставить и забрать его должность? Только вот любовь или страх? И оно все укус. Это понятно. Двердыня. Способы их есть несколько, и по нарастающей будет вот чем дальше чем способ вот первый самый легкий это верхний такой уровень осознанности модный слово верхний уровень осознанности такой самый начальный это когда тебя начинают нагибать когда тебя начинает принижать тренер видели там бывают тренинги лично с навросом да ты говно ты никто тебя начнут чмилич это гордыню подавляет у Алишера Ильбаева был тренинг он назывался ты говно по-моему слышали не слышали я присутствовал один раз на кемэпе и он там начал и он до воза чморил второго если до меня дойдет как вообще это терпеть потому что он чмирит так что очень сложно устоять чтобы как-то не ответить потом он сказал знаете у меня сколько-то детей родилось я очень добрый стал я тренинг больше не веду слава богу принизить себя ты можешь принизить себя сам когда ты думаешь я крутой ты можешь сказать что ты обычный успокойся и себя принизить смотри у тебя вот здесь не так там не так но в этом способе принижение когда ты себя принижаешь знаете какой минус очень сложно отличить когда уже хватит и когда ты пошел сам себя просто убивать когда ты свою самодзинку уже передаю ты такой ты уже как-то ну что-то я не очень и все и тут мне увесить жизнь нет это смотри когда ты себя принижаешь получается потом в общем любая негативная эмоция она деструктивная и в начале когда она еще легко проходит с иронией но когда ты в это поверишь тогда уже выйдет из этого очень сложно почему так происходит почему человек самостоятельно не может выйти из негатива вот ты замечаешь ты в агрессию впадаешь и на кого-то обижаешься и ты не можешь потом забыть ты годами ходишь вот сволочь он меня а я же тебе помогал а ты почему ты ко мне так относишься и ты в этом живешь постоянно почему потому что любая твоя эмоция или слово которое ты произносишь это программа на ближайшие 40 дней вот вот этот раз сказал жизнь говно 40 дней жизнь говно на 10 день ты говоришь я же говорил жизнь говно я чувствую на тебя просто наваливается как снежную комнату ты обрастаешь вот этим говном или отсутствием денег то есть денег нет вообще из лексикона своего уберите денег нет уберите просто я думал честно я думал для красного словца это я раньше чем замените там деньги в пути они направлены что другие но смотрите мы не можем сказать мы говорим что денег нет знаете в каких случаях когда у нас долг просят в основном займем линием ты говоришь нет у меня нет у меня нет ты можешь сказать я просто не дам но наш советский человек не может так сказать потому что нам надо быть хорошим и мы говорим у меня нет сейчас подожди мы до жены дойдем там вообще все отдай жене все отдай возьми на реманку все отдай все будет хорошо я не говорю все отберю все мало а это знаете это период когда я зарабатывал очень мало у меня есть товарищ он говорит пойдем я тебя познакомлю с человеком или нет он тогда для меня он был нереально просто каким-то я не знаю ричардом брэнсом он для меня казахским мы пришли мы сидели в шашлычной и он говорит рассказывает историю представляешь дал жене 2000 долларов она и страдила мы сидим а для меня 2000 долларов дать жене это в тот момент была какая-то меня подташкивает я говорю что я потом дал 3 она истратила дал 7 она истратила я на него смотрю о чем это говорит я на него смотрю и думаю я не знаю надо больше зарабатывать я тогда на него смотрю вот я тогда не понял кто из нас дурак я на него смотрел и для меня было это очень удивительно он не думает как уменьшить расходы он думает значит надо больше мне он на расширение какое-то но тогда с моего понимания это было это прозвучало знаете как а как же с точки зрения финансово сейчас сейчас подождите когда мы можем рассказать что это может быть сейчас чуть-чуть потерпите сейчас все зайдется чуть-чуть потерпите второй момент Бальд Басэгом это когда хопа лапона читали? когда ты видишь человека который ниже тебя ты начинаешь его благодарить как только у тебя склинилось а нищеброд а там ну тупой ну какие-то такие оценочные суждения у тебя склывают ты говоришь я благодарен тебе за то что ты и начинаешь его восхвалять и у тебя потихоньку это все вот оседает ты должен вытащить максимальные уроки которые тебе дадут ты начинаешь восхвалять человека его благодарить и любить это наивысшая степень осознанности которая должна быть у меня так получилось всего один раз если нам вот смотри давайте прямо кейс расскажу едем в Мегу вот сюда я замечаю что у меня гордыня когда меня начинают все подрезать я когда на дороге веду себя как дебил мне кажется что все эти а я Д'Артаньян один я понимаю что у меня эго мое зашкаливает я останавливаю машину где-нибудь сижу дышу и начинаю дышу ситуацией которая у меня происходит это помогало а тут я дышу и мне не помогает меня все подрезают я уже в правом ряду еду 40 км в час и кто-то выйдет кто-то заедет и все мы доехали до Меги зашли в этот фудкор и хаки с коктейлем молочным я стою в очереди и по мне едет детская коляска она она не на ногу наехала я стоял сзади была колонна и она ехала с коляской и ничего лучшего не нашла как поставить колеса мне на колени так боком и по мне она вот поехала то есть но я же в этот момент начинаю отходить и то есть вот эти колеса они прям по штанине туда две штанины просто я повернулся там стоит девочка лет 19 не знаю может 20 и мальчик где-то 21-22 года девочку видимо никогда не били потому что это же это произошло не за один раз то есть я ехал раздраженный я не понимал что происходит и тут она по мне едет я поворачиваюсь на нее смотрю у меня глаза кровью налиты она не понимает она вот ну она так стояла ну типа короче подвеси а мальчик понимает что будут бить и он делает вот так пропустите а я думаю ну это же дети ну чего бить я отошел и они проехали я думаю что со мной не так да почему по мне ездят колясками по мне уже ездят я думаю что такого ну что такого я насоздавал что по мне вот так все ездят потом мне дали вот эту пищалку вот эту говорят когда да я пришел за столик сел вот эта фигня запищала стою в очередь на выдачу передо мной стоит девочка очередь там человек 10 передо мной и мы стоим я все думаю что с этой коляской меня в эту коляску не могла пустить да стою мнось-мнось теперь мы подходим уже а внутреннее раздражение есть бывает же ты раздражен тебе все бесит но ты как-то вот стараешься держать да девочка берет свой заказ уходит я вижу свои коктейли они вот так я думаю сейчас я сделаю шаг и их возьму я начинаю шагать и вот на пол шага я останавливаюсь потому что передо мной коляска с мусором вот такая вот это меговская зеленая вот вот просто вот так я не знаю что он там подметал я думаю это же вся фигня на моих коктейли сыпица и вот к тому времени я уже вел тренинги наверное года четыре да национальная свобода там азон что-то там говна поднимось вот так ты сука нищеброд а каком приехал из-за ула сука ты мне передел я тут иду а ты тут передо мной короче это все высказалось не не вслух это все вот внутри оно как так клокотало клокотало поднялось потом я вспоминаю вот этот хопа накона и я начинаю я благодарен тебе что ты приехал из-за ула и за такую низкую зарплату убираешь за мной я благодарю тебя за то что ты работаешь на этой работе Я благодарен тебе за то, что ты дает там обеспечить свою семью. Ты должен принять этого человека и найти в нем несколько позитивных качеств, которые ты можешь его благодарить и полюбить. Тебя идет с собой, да? Твое говно сядет просто. Ты же, вот когда, смотрите, не щеброд какого хера ты тут, посыл совершенно другой. Я благодарен тебе за то, что ты из-за ула приехал без образования, работаешь здесь, за мной убираешь. Я благодарю тебя за то, что ты там не воруешь. Я благодарю тебя за то, что ты задержишь своих родителей. Это же совершенно другой подход. И вот это говно, оно просто седает. Но это самая высшая степень осознанности, которая, мне кажется, может быть. Вот это вот, в случае, это самая высшая степень, во всяком случае, до чего я сам дошел. Потому что поймать себя на эмоциях, это, ну, задача, это очень такая... Это взрываешься и начинаешь, чтобы вы понимали, я же из Талдыкургана сам, и 90-е я прожил все в Талдыкургане, да? И я чуть-чуть дрался всегда, ну, я не знаю, это вообще вот скверный характер. Чуть-чуть толкнули, мы там дрались постоянно, там, по-моему, три раза в день. Скочил. А? Скочил. Это, если можно так назвать, наверное. И вот это получилось. Вот тот раз, это был первый раз, когда получилось. После этого потом еще несколько раз получалось, но люди вообще не понимали. То есть, это же борьба была внутренняя, и на внешне это никак не отражалось. То есть, было, ну, было все логично, да? Мы убрали, отошел, я взял коктейли, пошел попил, коляске наехали, там, извинились, пропустил. То есть, ну, никакого конфликта, в принципе, адекватный человек, да? Ничего неадекватного я не делал. А, а? А сладок не остается. Ты, когда прорабатываешься, оно все, вот, горячее седает, и у тебя не остается никакого, вот, вот, через благодарность и любовь не остается никакого осадка внутри. Какого-то момента оно устается? Не знаю, у меня сразу прям. Да, да, не устается. Звезды, это же тоже эго. Эго, да. У нас нормальные цели тоже, то есть, у тебя есть такие конфликты, ситуации, как вы говорите, на аналоге, да? Наоборот, на тебя, когда Бог смотрит, и ты... Это ненадолго. Идишь, и... И потом у тебя стулы под ног выбивают. Да. Потому что ты уже земли не чувствуешь. Ты по головам ходишь и не замечаешь. А вот когда ты не работаешь? Работает. Второй. Работает. А кого? За что было? Смотри, каждый раз, когда ты будешь на голову наступать и говорить человеку, что он уничтожен, через любовь подойдет. Ты не замечаешь. Ты делаешь то же самое, ты не замечаешь. Да. Так бы стульчик не выгонит. Я ловил людей уже, ну вот, часто ловил, когда на взлете, знаете, вот, у человека начинает получаться, да? И на взлете ты говоришь, аккуратней, аккуратней, работай с гордыней, не нужно, осторожней. Потому что, я, когда были запросы, там, по поведению у человека, чтобы он, ну, урод в доходах. И человек начинает зарабатывать очень быстро. Но есть готовность к деньгам, есть неготовность. И ты говоришь, там, вот это делай, за гордыней следи. Но включается у человека какая-то там, вот, я не знаю, дроссель там западает какой-то там. И все, я самый умный, что ты мне тут говоришь, я тут миллионы зарабатываю, плохо, и, короче, иди. И потом у него выбивают курчики из-под ног. Вы уже, я знаю, кара-пас, турога ли, турога ли, они тоже самые... Это у всех так. Вот деньги идут, вроде как, зарабатываешь хорошо, и вот эта звездность, у меня есть в виду. Ты же не злой человек, ты можешь сын поделять, я, астаму помог, астаму помог, ты такой хороший, тебе о всем говорят. Могут вот этот вот, именно, денежный поток. Он сокращается, потому что ты раздаешь, это раз. Во-вторых, когда ты помогаешь мне, ты стоишь выше, чем я. Ты стоишь надо мной, да я стою здесь. И ты сверху вниз кидаешь просто деньги туда. То есть это уже вызывает у человека... Это не у человека, это у тебя вызывает. У тебя звездность и возвышенность вызывают. И потом у тебя начинает убивать почву из-под ног. Третий способ, это он средний по осознанности, это когда ты понял и решил, что ты самый крутой, ты поднимаешь всех до своего уровня, ты говоришь, что все крутые. Когда ты понял, что ты самый умный, ты поднимаешь всех до своего уровня, ты говоришь, что все умные. Когда ты понимаешь, что ты безумно талантливый, ты поднимаешь всех до своего уровня, ты говоришь, что все безумно талантливые. И тогда нос твой будет всегда наравне с человеком, ты будешь нормально разговаривать. Человек, у кого завышенное эго, он вообще не замечает, ему кажется, что он нормально себя ведет, ему кажется, что он абсолютно адекватный. И знаете, я когда купил машину, тогда она была крутая, но не до сих пор езжу, но тогда это была прям такая... В Кабре тридцатка, ну прям, короче, она крутая тогда была, еще сороковка не вышла, и я ее в окно. И я такой, типа, крутой, у меня штрафы брали по пять, по десять тысяч. Я думаю, что это из-за машины то, что она такая. А я выходил, знаете, что тебе надо, ты что меня остановил? Я вот так выходил, и он думал, давай я тебе заплачу, они боялись меня взятки брать, потому что я слишком нагло себя вел. Сейчас, сейчас меня даже не останавливает, я надеюсь, это не из-за машины. Ой, нечего взять сюда. Сейчас я надеюсь, что это не из-за машины. Вот, то есть, третий метод, это вот, ну, поднять всех до своего уровня. Не надо себя принижать, всех подними до себя и успокойся. А вот что сработало? Тоже, то, что вы говорите, вот, раньше, у меня был в руках, тоже, вот, едешь, оттуда горишь, он прибежит к тебе остановить. Едешь, никого не другу, уже тебя подрежут. Это твоя, это твоя? Нет. Ну, имеется в виду, я один еду, нормально. Мама, с этим позвоночником рядом, обязательно какая-нибудь проблема случается. Потом мне мама говорит, мама, я где-то что-то прочитала, и говорю, мама, слушай, ты вот, не кажется, ты за меня боишься, что я плохо вижу свою игру? Плати ты меня беспокоиться. И я, вот, когда мы поговорили, вот это перестало. Что сработало? Сейчас чуть-чуть потерпите, но запишите «Материнская любовь» книжки Некрасова. Да, да, да. Ладно? Потому что что-то у меня такое подозрение, что вам надо в эту сторону, вам надо с мамой разобраться в отношениях. Мы сейчас до этого дойдем, чуть-чуть этот, но что-то, мне кажется, туда надо говорить. «Материнская любовь» книжка. Я вам потом, напомните, ладно, я вам дам определенный список книг, которые на меня повлияли. Я не знаю, может, они бестселлеры в основном. Я вам прямо напишу, но… Проблема не полчаса. Полчаса для чего? Потом у нас этот… Там больше не идет? Можно. Есть время? Да, да, да. Есть. Чуть-чуть в кастопало, чуть не забрали. Сейчас мы уже подходим к кульминации. Не кульминации, но сейчас будет самое интересное – взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Это то, что я рассказываю на тренинге. Я уже давно хотел это выложить в соцсеть, чтобы пришли новые знания. Вообще всем ремесленникам рекомендую. Все, что вы знаете, выкладывайте в Ютуб, потому что вы послезавтра сами все забудете. И не нужно думать, что у вас сами уникальные знания, и что некоторые, знаете, боятся выложить, потому что потом люди сами смогут. Не смогут. Чтобы повторять. Чтобы повторять. Ничего страшного. Чтобы привязать до кастера. Знаете, я уже на протяжении семи лет отдаю все бесплатно. Все знания в Ютуб сливают, записываю за свои деньги ролики. Бесплатно никто ничего не берет. Вот заплатят, придут на сессию, потом говоришь, вот здесь ролики, вот эти, вот эти скидки. Они когда открывают, они что в Ютубе есть? Они в Ютубе уже пятый год висят. Вся информация в Ютубе. Возьми просто. Не берут. Поэтому все сливайте, не бойтесь. Чем больше вы сольете туда в мир, тем больше знаний у вас. Потому что вы на тренинге будете когда что-то объяснять. А ну вас смотрели. И теперь придется что-то новое выдумывать. Поэтому вот то, что сейчас вам дам, это прям, это наблюдение. Наверное, лет шесть лет я наблюдаю за парами. Как у кого что происходит. И у меня вышла какая-то система, я как-то ее систематизировал и себе как-то объяснил. Самая популярная у нас на сегодняшний день в отношениях вопросы, это жены и любовницы. Потому что колизм просветает и в Астане, и в Алма-Ате, в Ченкете, там вот так. Деньги, деньги. Сейчас насчет денег тоже объясню, но там мало чего достается любовница. Ну почему? Ну что перепадает, у нас есть. Там знаете, что перепадает? То, что жене в рот не влезло. Мужчина. Женщина. Когда у нас отношения, когда мы там муж с женой, когда происходит связь. Мужчина отдает энергию свою женщине и от куповины к куповине женщины вот такой идет энергетический канатик. Кто не верит в энергии, просто запомните как схему или вот чакры. Теперь от куповины женщины идет два канатика, как мужчины вот сюда. В два раза больше. В два раза больше. Поэтому женщина, она муза, она вдохновитель, она вдохновляет мужчину на большую доходность. В энергиях непонятно, буду объяснять немножко в деньгах опять. Потому что в деньгах становится, ну яснее больше, что такое энергия, сколько энергии, какие единицы. Допустим, человек хочет его амбиции зарабатывать 100 тысяч долларов. То есть, чтобы генерить ему вот эту сумму, ему нужна энергия качественная, чтобы он смог это совершить. Женщина, вы когда выходите замуж, у вас появляются тут дети, ну у нас с вами. Появляются дети, и вы всю свою энергию сливаете вот сюда. Детей. Детей. Процентов 80 вы сюда сливаете. Угу. Ему остается 20. Вы сюда сливаете, ему передаете 20 тысяч. 80 вы сливаете вот сюда. Я один раз в перископ в этом, в инстаграме как-то в прямом эфире сказал, что жена должна была быть любовницей. Я думал, меня съедят, вот кто-нибудь приедет, и меня просто закажут и убьют. Смотрите, она сливает сюда и не выстраивает отношения с мужчиной, а он зарабатывает 100 тысяч долларов, и все, деньги сюда. Нет. 80 тысяч он не добирает. Да, это дефицит. Да. Это дефицит. Это то, чего не хватает. Он может без тебя на собственной энергии, из-за того, что он молодой, заработать 100 и ему будет нормально. Но это инфаркт 50-45 лет. Тромб сорвался, умер, там еще что-то. Это вот смерть, а не оттуда. Из-за того, что ему не хватило просто энергии. Он на своей силе воли. У мужчины воля очень сильная. То есть мы в достижении результатов очень эффективны. И он заработал 100 и тащит сюда домой. Он содержит семью. И вот здесь женщину устраивает, в принципе, все. Да? И она становится, как ленивая кошка. Ей сметана, ну да, сметана. Ей там молоко, давай, молоко. Ворота открыла, просто заезла и хватит, да? То есть масло течет с хвостом капает сливочным. То есть вот она уже наелась. Мужской потенциал. Это примерно 40-45 лет, когда он такой уже в силе. А он еще может. Это ей уже не надо. Она сюда не вкладывает. И находится длинноногая блондиночка. Вот тут. Которой еще всего мало. Да? Ножки вот меньше. Которой еще мало. Потому что жене ты даришь духи за 50 долларов, за 100 долларов, за 200. И она говорит, поставь вот эту пирамидку. Я потом открою в следующем месяце куда-нибудь пойду. Да? То есть. Мужчина, когда дает тебе, когда дарит подарки. Он ждет от тебя энергию. Радость, благодарность. Ты у меня такой сильный, ты такой внимательный. Даже если духи говно, радуйся. Радуйся. Убери по ту сторонку, ради него набрызгай, потом сотрешь. Потому что скажешь, не то подарил, хрена с два, когда ты в следующий раз духи увидишь. Не будет вообще больше. Мастер-класс по женственности. Это дочка моя, младшая. Старшая так пока не умеет, но я думаю, она это передаст. Мы сидим в кафе, и вот это греческий салат, или черри вот эти. Греческий? Да. И остался там в салатнице один помидор. Я думаю, надо доесть. Она сидит вот здесь рядом. Я насаживаю помидор на вилку, проношу мимо ее глаз, и хочу, короче, его съесть. Ну, у меня такое намерение, поесть помидор. Что делает она? Я так люблю помидоры! Слушай, помидоры. Приношу цветы на день рождения жене, да? Она вот так выбегает. Я так люблю, когда папа мне дарит цветы. Я всегда так радуюсь. Кому я цветы отдал, вы думаете? Дочке. Дочке. Это вот женская энергия. Поэтому, что бы тебе не дарили, дай в 100, в 1000 раз больше эмоций и энергии, чем тебе. То есть, это же бесплатная эмоция, девчонки. Это же недорого. Это просто, оно просто есть. Просто порадуйся и ему отдай. И он на этой энергии пойдет заработает еще. Вот он, вот этот обмен. Но зачастую вы хотите вытаскивать все. Я на тебя обиделась, поэтому мне там шубу купи, да? Это уже человек, женщина, которая тебя начинает мусовать. Да, да, да. Она начинает мусовать. Она себя тащит, не давая ничего взамен. А как шубу попросить? Сначала научись помидорке радоваться. Потом... Теперь смотрите, появляется она, да? И здесь образуется между ними точно такая же связь вот здесь. Вот такая. И она им дает там не сто, а... Сколько там? Сколько там? Женство. Там еще сверху сто тысяч энергии. Секс, энергии, внимание, там еще чего-то. Ей духи даешь, она радуется. У каждого успешного мужчины, я вам прям секрет раскрою. Есть девочка, секретарь, или в каком-то чужом офисе, в другом офисе, где он сталкивается, который он шоколадку дарит просто так. Они не спят. Духи ей на Новый год, еще чего-то. Да, потому что вот, я так люблю помидоры, и он этой энергией потом идет. Это не любовница, это вот просто, он просто так берет. Мужа. Тебе не дарят подарки, потому что ты когда-то сказала, что духи бесплантовывают. Что розы я не люблю. Что платье не то. Тебе не удивишь, Танич. Понимаешь? Тебе надо, ну, мужчину привычать к тому, что ты радуешься. Любому знаку внимания он тебе там руку подал. О, ты такой там... Я заметила, что стали дверь открывать, руку подавая. А вот, блин, подарки... Значит, ты не радуешься. Смотрите. Это же как в бизнесе. Вот ты заплатил там, допустим, 100 деньги. И ты полезности должен получить на 300. Если тебе руку подали, и ты там оценила та же, как и подали руку, ты такая, а, благодарю, и все, да? То есть, ты должна превзойти, ты должна дать больше, чем просто руку подали. И в следующий раз ему будет казаться, что он тебе что-то должен. И он тебе что-нибудь подарит. То есть, оно должно... Это же нормально. Это обычный энергоэгмент, который уйдет у всех. Теперь смотрите. Она его подпитывает. У него энергия растет. И он начинает зарабатывать здесь не 100, а там чуть-чуть больше, там 120. Но все деньги из-за того, что она жена, он дает вот сюда. Угу. Поэтому вот это любовницей быть это неблагодарное дело. Но если ты боишься отношений, не боишься выходить замуж. Вот почему в любовницы идут? Это вот страх отношений. Угу. То есть, смотри. Любая женщина повстречается там полгода в год, она захочет семью с ним. Угу. Да? И начнет его оттуда потихоньку как-то там больше внимания просить. Ну, забирай там. Да забирай, сейчас дойдем, подожди. Потом здесь маячит еще какой-то арень. И она думает, может с ним пару создать? Угу. Ну, зачем? Он что-то, ну, и на Новый год одна, и там вот, и что-то как-то так. Теперь она, говорит, приходит сюда и говорит, слышь ты, до свидания, я хочу отношений. И она рвет эти отношения с ним. Угу. Вот теперь представьте. Чего можно? И вот, его жена дает 20 единиц энергии. Ему надо, он привык 120. Вот к этому. У него дефицит вот в этой 100. У мужика состояние смерти, прединфарктного состояния, у него ощущение, что он сейчас умрет. Угу. Он начинает метаться, как говно в проруби. Он начинает перебирать женщин, всяких разных, с короткими ногами, с длинными там, ну вот, разных, больших, маленьких. Он, он ищет вот этот вот дефицит. Он хочет его заполнить. Женщина вот тут. Если она не дура, она замечает вот его какие-то метания или там, не дай бог, вот это все вскрывается, да, это вообще отдельная тема. Если она хочет сохранить семью, она должна оставить здесь детей и всю энергию, которая у нее есть, и даже вот чуть-чуть больше, она должна слить вот сюда. Не обидеться, повинуться попой, а прям слить вот сюда, и тогда она сохранит вот эту семью свою и всю. Это вот, если уже так случилось, что она появилась, в идеале, это вообще... Коротко и понятно секс. Коротко и понятно количество секса. Все. Другого центра. Ну, секс и любовь. Пишите, как вам секс. Секс. Сто процентный должен быть, да? Секс. Смотрите. Сейчас немножко... Пять минут сексологии. Вот здесь мы говорим, вот такие примерные связи, они появляются где-то в 40-45-50 лет. То есть вот от любовницы. Мимолетные связи у мужчины, я так понимаю, что они не такие опасные, как если бы женщина это делала. Но устойчивая связь появляется вот в этот период. Устойчивая связь. И вот эта устойчивая связь в этот период, она опасна. Почему появляется она? Потому что ты забила на него уже. У тебя ощущение, что мы там с ним 20 лет живем, и он уже увядает, что он уже старый, он уже не может, да? А ему не хватает внимания, и у вас там секс раз в неделю, раз в две недели, да? И ты думаешь, что все окей для тебя. Приходит вот это. Ей плевать, сколько он может, она не знает даже, что он старый или какой-то. Ей там, она моложе в два раза или там как-то. Она его до прединфертного состояния, до секси доводит. Ей плевать, она берет столько, сколько ей надо. Она не смотрит на него, сколько он может. Она берет столько, сколько ей надо. Что происходит с мужиком? Он возвращается со своего 50-летнего возраста в состояние 19 лет. У него будет ощущение, что он опять молод, здоров и красив. И когда он будет выбирать между двумя этими женщинами, кого он выберет? Молодую. 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 Поэтому ты здесь должна быть сюда. Для чего, будешь спрашивала, социализация должна быть, ты должна быть успешной. Если ты здесь успешная, ты ухоженная, у тебя спортзал, у тебя весь день занят. Тогда ты ему интересна. Да, да. Если ты раздеваешься, ты такая в застиранном халате, есть куча детей. Да, желательно куда-то выезжать. Теперь смотрите. Почему любовница, сейчас еще один, в контур зайдем еще. Почему любовница, она лучше, чем жена? Сейчас объясню. Потому что всегда непонятно, всегда женам обидно, что их кому-то, но эта психология у вас тоже самая. Она меньше вопросов задает, да? Нет. Сейчас объясню. Все вопросы одинаково задают, я так понял, все женщины мозгоклюйки. Нету, кто мозг не выносил. Нету, что кто-то мозг не выносил. Теория контуров. Я это увидел у Радислава Гондопаса в тренинге о командообразовании, но немножко перенес это на отношения, а он, в свою очередь, увидел это, кроме у кого-то из отношений вытащил. Каждый свое интерпретирует, но сейчас. Когда ты родился, твой первый контур – это твои папа и мама. Да? Вот ты вот здесь. Это первый контур. Даже родные братья и сестры, они переходят во второй контур. Вот в этот. Родственники. Бабушки, тети, дяди, все они вот здесь. И родной братишка и сестренка, они тоже тут. Второй контур – это твои друзья. 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 Это четвертый контур – это? Коллектив. Коллеги. Пятый контур – это? Говорите. Соседи. Соседи. Это «Привет, Сережа». Я не Сережа, я Таня. Это, ну, вот, и соседи. Когда ты, ну, кажется, ты его помнишь, но откуда взялся – нет. Паралли научились когда-то. Да-да-да. Шестой контур – это последний. Это кто? Новые знакомства? Нет. Наслаждение? Нет. Помнишь? Умершие. Это люди, которых с нами нет. Нет. И теперь, смотрите, свинство нашей психики. Мы все такие. Это не только мужики такие. Это все такие. Сущность такая, да? Это психология. Это, я не знаю, зачем Бог так создал, но, в общем, чем контур ближе, тем он наименее ценен, чем тот, который дальше. Это правда. Дальние контуры – они самые ценные. То есть папа с мамой не так ценен, братишка ему как вон ближе. Друзья, они ближе, ну, ценнее, чем братишка. Да-да-да. Ты всегда ставишь приоритет друзей. Дети? Дети – родственники. А муж? А? Муж, да. Сейчас, смотрите, сейчас вы чуть-чуть забегаете вперед. Коллеги, мы перед ними всегда такие красивые, мы там решительный этот, и мы перед ними хотим выглядеть, да? Ну, а перед братишкой можно? Угу. Перед соседями мы вообще там… Держим бар. Да. И перед умершими, в общем, это… Умершие вообще мы их очень любим. Да. Да. И их мнение с неба о нас намного ценнее, чем там кто-то там еще. У Нарбекова на семинаре где-то… Бочесарай где-то собирал. Человек 500 было, наверное, 600. И он говорит, женщины, поднимите руку та, у которой муж идеальный. Одна. Одна. Одна подняла руку, и он задает такой вопрос. Он умер? А он говорит, да, пять лет назад он умер. Идеальный муж, мертвый муж. Идеальный муж, мертвый муж. Ты никогда не будешь для нее совершенным мужчиной. Всегда в тебе будет чего-то не хватать. Она постоянно будет в тебя ковырять. Но как только тебя не станет… Лучше тебя никого нет. Лучше тебя никого нет. Теперь, смотрите, ты вырастаешь, да? И где-то в период 12-14 лет… 12-14 лет начинается период вот этого… Я забыл, как это называется? Ну, половое созревание. Период. Куберта. 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 Я не выговорил. В этот период, да? Половое созревание. Ребенок впервые в жизни начинает себя отделять от родителей. Теперь это… Я – это не мои родители, а я – это я. И поэтому подросток говорит, вы меня вообще не знаете. Вы меня не понимаете. И вот это вот начинается отторжение. Из-за этого теплесуха, потому что он родителей выкнул с первого контура и остался один. Его никого не любят и он вот спрыгает с моста. Почему в этот период самое большое количество суицидов? Потому что он один. В это время как-то надо за ними следить. И просто вот издалека им любви давать, чтобы они не делали каких-то глупостей. Нельзя их обвинять. Потому что мамаши привыкли манипулировать детьми, особенно в Советском Союзе, за счет чувства вины. И потом удивляются, почему ребенок повесился. Не дай бог. То есть он из-за какой-то херни потом там ЕГЭ не сдал и до свидания, всю жизнь кончилась. Ты с этого выходишь. Ты с этого выходишь и остаешься вот тут один. Теперь сейчас буду бить по самому больному. Это наши условия. Почему? Потому что когда ты женишься, когда ты выбираешь себе супругу, когда ты выбрала себе мужчину, ты должна ему внести в свой первый контур. Вот сюда. И тогда у вас появляется семья. Родители вы выгоняете вот сюда. В родственников. И здесь родители твои вместе с братишкой и с сестрой. Но в этой ситуации мама против. Мама начинает вклиниваться вот сюда. Особенно если это у второго братишка. Вот здесь. Твоя мама вклинивается вот здесь. И начинается война. А мои родители нам машину подарили. А мои – диван. А машина дороже, чем диван. И вот эта вот она не останавливается. И в этой семье пока вы… Знаете, здесь как получается? Здесь вы разделяетесь. Твоя семья – это твои родители. Его семья – это его родители. И вы как мантеки и капуледи между собой фигачитесь. Да, да, да. Вот она схема всех скандалов. Что нужно сделать? Нужно папу с мамой выгнать. И оставить мужа и жену в своем первом контуре. А как детей от первого брака выгнать? Сейчас, сейчас подожди. Усложняешь задачи, скажешь вопросом. У вас и не просто, да? Это с вами надо индивидуально. Так я поэтому не пришел. Теперь смотрите. Мы с женой. Когда они выбрали сюда и родителей выгнали, появляется семья. Появляются дети, которые становятся вот тут. Они в твоем поле. Потому что, когда вы ругаетесь вот тут, они начинают болеть. Да, да, да. Они начинают простывать. То есть, они в вашем поле. До 12-14 лет потом они оттуда уходят, если вы их отпустите. Если вы сына своего, особенно женщина, которую воспитываетесь сами, сына одни. Если вы его отсюда не выпустите, до 40 лет его яйца держать вот так будет. И умрешь вот так. Вот так сделают и вдруг унесут ее. Поэтому вот это должно быть, в общем, вот так. Теперь смотрите. Любовница, как думаете, где она? Она родственник. Она родственник. Она родственник. Обоих причем, да. Она родственник. И когда он приходит домой и сравнивает жену с ней, любовница всегда лучше. Конечно. Любовница всегда лучше. Но это неэффективно. Теперь смотри. Когда брак распадается, да? И ты женишься на любовницу. Уходишь вот сюда. Она уже в твоем первом контуре. И тебе кажется иногда, особенно по пьяни, что жена была не так плоха. И звонки по пьяни, вот это может еще раз попробуем, это не из той серии. Потому что она здание по контуру. Да. Самое, что интересное, знаете, где, это я только сейчас дошел, это честно я никогда не говорил, почему-то пока мы разговаривали всплыло. Для нее, для любовницы, как вы думаете, где находится он? Любовница. В каком контуре он для ее? Друзья. Для любовницы. Нет, в своем контуре. Для любовницы в каком контуре? Нет. 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 Может быть там, где коллеги. Нет. Умерший. Умерший. Он умерший. Он недоступен. Он никогда не станет ее мужем. Он никогда не будет. И она его переоценивает как мужчину. И когда она его заберет, она охренеет, что носки по всем углам валяются. Она включит жену сразу. И потом все поменяется. А когда он женится на любовнице, куда жена уходит? В родственников? Она в родственников уходит. Они не стали поменять. Да. И потом она опять лучше, чем женщина. И жена как будто лучше, чем женщина. Да. Понимаешь? А для нее, вот для любовницы, он умерший. Он никогда не будет ее мужем. А когда, например... И он идеальный. Самый идеальный мужем. Родители вмешиваются, допустим, в отношения, да? Сейчас. Родители вмешиваются в отношения тогда, когда ты делишься с тем, что у вас происходит в семье. Не надо милить. Надо просто... Доча, как у тебя дела? Мама, у меня все хорошо. Угу. Правительство. Не надо никаких подробностей. Ничего. И сестре, и вообще. Сейчас, смотрите. Вот сейчас представьте, или оцените, как разговаривает с собой мама, муж, сестра, подруга. А что он тебе сказал? А что ты? А ты ему скажи, нас так не устраивает. Вот когда нас так не устраивает, человек живет твою жизнь. Ему не интересно своя, но он живет твою. При этом сам он не живет свою жизнь и не дает тебе жить свою. И мы получаем два несчастных человека как минимум. Внутри. Обычно это мама, дочь, это вот эта связка. Сильно. Сильно. Ну вот, допустим, у меня все поддерживают ушел мужа, а я плохая. Насчет плохой, в общем, я как-то уже не буду. Вот в разводе, мне кажется, не все так плачевно. Ну, если вот, непонятно кому повезло еще. Вот, когда от тебя ушли, это неизвестно еще кому повезло. Тут принимающая сторона там и... Собирающая сторона. Да, да, да. То есть непонятно кому повезло, поэтому есть шанс жить свою жизнь и просто живи. То, что тебе было раньше недоступно, сейчас тебе доступно. То, что раньше было аморально, сейчас для тебя это нормально. Поэтому статусы разные, человек один, и ты можешь попробовать несколько королей, это прикольно. Ну просто как жизнь. По статистике, какой брак лучше? Тестный или второй? Тричный. Тричный. Где жена от Бога? Я так не знаю, но... Есть отношения, когда тебя прессуют. Ты женился, и ты начал зарабатывать больше, ты начал там что-то этого. Вот от женщины зависит всем успеху уже, да? И когда ты развелся, женился на другой, и твои доходы упали, явно что-то неудобно. Если ты женщина. Чего ты женщина? Развелась, да, допустим, второй брак или третий брак. То же самое. То же самое, какая разница. Если ты выходишь замуж, и твое состояние улучшается и физическое, и материальное, значит, это сделало правильное. Если ты вниз падаешь, значит, все плохо. Значит, все попало. Значит, это не твой человек. Это нет. Это просто взаимоотношения. Он начинает с тебя жрать, и вы начинаете оба падать. Сейчас очень не корится. И что надо делать таким? Да, что нужно делать? Молодцы. Когда падаешь? Да. Нет, допустим, когда... Надо менять женщину, мне кажется, или партнера. Если ты не женат, то это... Если женат, тогда надо себя друг друга раскачивать. А если раскачиваешь, то знаешь, ты раскачиваешь. А он говорит, знаешь, мне вообще там так все комфортно. Это вот вчера прямой эфир смотрели? Нет. Помните, да? Я не хочу рожать. Это я полночи уговаривал ему родить. Да. А в Америке тебе уже хорошо. Да, да. И она говорит, я его вдохновляю. Я ему говорю, что он орел. У тебя все получится. Я в тебя верю. А он говорит, роди мне ребенка. Она говорит, а как ты его будешь содержать? Да. Это же недоверие. Да. Это же высшая форма недоверия мужчины. Роди, Игорь, бывает. А может двоих родить. А он таки не раскачался. Я понимаю. А она бьется. Я понимаю. Но ты же его пихаешь. Ты его пинаешь. Ты же хочешь, чтобы он рос. Ты же ему веришь. А когда он тебе говорит, роди ребенка. Я от тебя нет. Я от тебя нет. А от тебя я пока не готова родить. Я от тебя нет. Ой, кошмар. Он не будет доказывать. Ну, уже доказывали в 19-20 лет. Когда тебе 27-28-30, то тебе что-то будет доказывать уже. Ну, в смысле, особенно в Казахстане. Хорошо. А эталонные взаимоотношения изначально? Ну, как, допустим, пример отношений. Какая женщина? Какой мужчина? Какой женщина? Какой женщина? Вообще, прожить счастливую, хорошую жизнь можно практически с любым человеком. Практически с любым. Ты должна выбирать его каждое утро. Я выбираю с тобой жить сегодня. Я выбираю с тобой жить завтра. Я выбираю с тобой всю жизнь. Это ежедневный выбор. Любовь пройдет очень быстро. Останется носки, быт и там... Ну да, а если находится лучше, тогда, конечно, нужно выбирать. Ты сказали про раскачивать. Ты что значит? Это вот уровень нормы. Задирать постоянно. Развивать. Это не только в деньгах. Просто в деньгах понятнее. В отношениях. Культуру прививать. Может быть, там человек необразованный. В театр его поводить где-то. То, чего тебе не хватает, ты его начинаешь доворачивать. Он такой, фу, аж. Ну ничего страшного. Пусть приходит и плюется. Потом это останется все равно. Пусть плюется. Вот больше вопросов. Бывает иногда, бесит тебя муж как кушает, как бьет. Редко, но бывает. Бесит. Это на тренинг приходите или на мастер-класс послезавтра будет? Бесит. Это нет, куда ни в порядке. Это невротическое все. Это невротики. Это нужно проораться, проплакаться. Это надо вытащить и тебя отпустят. Сегодня девочка на индивидуалку приходила и говорит, мне так хорошо. На работе даже сказали, что ты какая-то спокойная. Она постоянно дергана. Это неврот, не надо работать. Это неврот. То есть, чтобы он тебя, как раньше, цепил. Ты его воспаляй, и он будет тебя оценить. Это взаимоуважение должно быть. Если он тебя бесценивает, начинает бить по голове ногами, бухать и левать, и ты убираешь, поменяй. Ну да. Лучше поменяй. Значит, не тот мужик это. Можно вопрос? Как бы ты хочешь, внимание, он же не экстразентственные мысли читает, что ты целеуэтную, тяжелую, в суши хочешь, а ты хочешь, чтобы он угадал. Как ты можешь... Я так люблю помидоры! Не намекай даже. Я тебе говорю, я так люблю помидоры! А если он напрямую говорит, а он все равно не понимает напрямую? Мы не такие... Я напрямую идею забрала. Они понимают людей. Нет, напрямую можно добавить? Не требую только. Я тебе говорю, я так люблю помидоры. Мне так нравится, когда ты мне даришь цветы. Хотя ты этого сволочи никогда не делал. То есть, ну... Просто у меня... У нас какие-то отношения. Вот 12 лет в браке мы. Просто мне надо все говорить. Ну, про голову. Он сам никогда не додумывается. Мы сами не додумываемся, не переживай. При родственнике. Мы сами не додумываемся. Нет, вот у меня брат родной, да? Вот он ее мысли читает. Вот честное слово. Ну, знаешь, всегда сестра завидует снахе. Всегда, да. Всегда сестра завидует. Тебе кажется, что именно если такой же мужик, как мой брат, ты вообще счастливая была? Да, да, да. А твой муж точно такой же, как твой брат, знаешь? Разве раскачка это не насилие, получается? Если насильно таскать его там, не знаю, в театр, это не считается. Вы же девочки. Вы же можете меня туда заманить. И пообещать какой-нибудь там невероятный секс. В партере. При всех. Индрига, да? Индрига. Мужчины, сколько можно кто здесь? Вы не обязательно выполняете. Вам это лучше, да? Вы же, Аня, вы же девчонки. Только, ну, не надо у нас, не приведи вас Господь нас тащить в прямую. Не выходите с нами на тропу войны. Вы получите, по рогам так вам мало не покажется. Да, да, да. Не надо выходить в лобовую атаку. Будьте немножко гибче. Всё. Вовремя промучать, да? Чего? Ну, вините попа и идите. А ещё вот такой вопрос вообще есть. Например, отношения к отцу. То, что девочка видела, да? Нет. То, что увидела какие отношения мои родители, типа сценарии. Да. Повторяйте. Чтобы не повторять, можно ли? Можно. Смотрите. Те, кто несчастливая семья, ну, неблагополучная, там, развелись, пил-бил, дургался отец, там, это. Вам надо найти семью, вам будет очень тяжело найти семью, пару, которые прожили лет 20 часов. Среди родственников, подруг, вы напишите в фейсбуке, срочно нужна пара счастливая где-то. Сходите к ним в гости и просто посмотрите. Просто посмотрите. Это, как у художников, должна быть осмотренность. Ты должна увидеть или должен увидеть, как бывает иначе. И оттуда, да. Меня, знаете, что спасло? Потому что я жил у тети с дядей. Они очень интеллигентные люди. Они, наверное, я не знаю, насколько голов они выше меня даже сейчас. Потому что настолько интеллигентных людей не часто встретишь. У меня есть друзья, они капец какие интеллигентные. Но из родственников это самая такая семейная пара, я у них прожил пять лет. Я насмотрелся, нахватался от них того, чего не было у моих родителей. То есть у меня папа всегда кричит, да, там на повышенных тонах. Я тоже кричу, но уже тише. Я тоже кричу. Я могу где-то сдержаться. Я могу где-то спросить. Но я все равно, у меня вот это вот отцовское поведение, оно мне вскрывается. Нам свойственно всем отрицать своих родителей. Я не буду как мама, я не буду как папа, я не буду как этот. Ты будешь точно такая же, как твоя мама. Я буду точно такой же, как мой папа сейчас. Нельзя отрицать. Никогда не отрицайте своих родителей, родственников, тетей, дядей. Оставьте и позвольте им быть такими, какие они есть. Но ты можешь быть наилучшим проявлением своей мамы. Ты можешь быть лучшим проявлением своего отца. Но не отрицайте. Он имел право так жить, и ты не знаешь, в какой он был ситуацией. Но ты можешь изменить и жить свою жизнь по-другому. Ты можешь быть наилучшим проявлением своих родителей. Немножко детям зайдем, если вас туда заносят. Воспитывать детей вообще занятие бессмысленное. Не знаю, вы замечали или не замечали, но это бесполезно. Дочка нуждается... Вот смотрите. То, насколько отец любит свою дочь. Дочь любит себя. Это ее самооценка на всю ее жизнь. Оно просто туда прошивается. Чем больше любви отец тебе давал, тем ты увереннее себя чувствуешь, как девочка. То, как проявлялась в социуме мама, точно такой же будешь ты. Поэтому теперь у мальчиков то, насколько мать любила своего сына, это его самооценка на всю его жизнь. Но с мальчиками, если она его еще отпустила. Потому что она своей любовью может его задушить и убить. То есть в 16 лет по-любому должна вот эта связь оборваться. То, как проявлялся отец в социуме, сын будет проявляться точно так же. Он будет такой же, как... Ты будешь такой же, как твой папа. Или он будет такой же, как и ты. Поэтому меняйся сам. Дети будут точно такие же, как и ты. Дети не делают то, что ты им говоришь. Взрослые не делают то, что ты им говоришь. Мы делаем то, что мы видим. И все поступки, которые совершает отец или мать, ты их считываешь, запоминаешь и делаешь это самим. Хотите эксперимент? Давайте. Посмотрите на меня внимательно. Сейчас будет немножко гипноз. Шутки. Поднимите указательный палец вверх. Кто поднял указательный? У меня. Ага. Вынимательный. Внимательный. Внимательный там. То есть мы делаем то, что нам показывают. И то, как тебе показывают, то ты и повторяешь. А как можно в армии сценарии? Сценарий – это нужна насмотренность. Это вот ты идешь в модель семьи и смотришь в другую. Ты читаешь больше книг с историями успеха. Внедряешь? Ты просто внедряешь в свой мозг другие парадигмы и установки. Но надо сначала еще убрать негативные вот эти. Такая работа очень тяжелая. А можно вопрос? Угу. Вот у меня две девочки, да? Кто должен больше в воспитании участие в чем желать? Мама. 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 Мама по салонам, мама в баню, мама с подружками. Потихоньку где-то с девяти до двенадцати, четырнадцати лет и должна ее водить. Сына отец водит. Там в баню, на рыбалку, на охоту. Ну вот, то есть адаптация социумами происходит при… Ну… А если, например, разведенное, то мальчиком кто должен заниматься? Дедушка? Или просить отца? Дедушка, брат, тренер, психолог. А если девочки ближе к отцу? Девочки всегда ближе к отцу. Больше слушают его, больше его умывают. Да, да. Так смириться с этим не я. А то не будет. А то не будет. Там не тебя на воду скажут. Да это навсегда. Девочки больше любят отца. Да. Дети, сыновья больше любят маму. Ну и это взаимное. Все на таких. Смирись. Он будет для них авторитетом всю жизнь. Это нормально. А если в семье потом мальчик появится? И что? Он будет любить тебя. Девочки, его будут… Ревновать? Да. Я к старшей дочке не подходил в течение года, наверное, при младшей. Потому что она начинала ревновать. У нас тоже было такое. Вернее, наоборот. Я к младшей не подходил при старшей. Вот младшая родилась. Я… Я… Если она видит, я к ней не подходил. Я тискал старшего. Больше внимания. Больше внимания. И когда она поняла где-то через год, что младшая это не угроза… Ага. Ну и все. Уже может там обниматься, тискать как больше. Не тискать маленького больше, чем… Да. Но я так делал. И это сработало. Ну да. Правда. Это сработало. Она не ревнует. Вот старшая сегодня не ревнует младшему. Младшая ревнует. А старшая уже все. А если дома только единственный сын, например, и у меня наконец встречаются такие парни, которые только единственный сын. Это капец. Это маменький сынок, скорее всего. Да. И ты ее из мамы не ворюешь. Он пока психологически не повзрослет, ты его не дернешь оттуда. Это самое проблемное большое. Смотрите. В многодетных семьях всегда есть две жертвы. Я сейчас образно говорю, старший, он всем должен. Он умирает от инфаркта в 50. Пашу потратит. И младший, который в 40 лет еще себя не нашел. Потому что его все любят. Мама любит. У старшего деньги берет, мама не отдаёт младшему. Младшему не надо работать, он себя ищет. А посередине, между младшим и старшим, в принципе, благополучные люди живут. Потому что с них это нагрузка уходит. Вы заметили, у вас же много многодетных, у кого больше двух-трех. Есть два несчастных, это один пашет, второй не пашет. И есть посередине, в котором все хорошо. Их никто не трогал, они сами развивают, как трава выросли и оказались сильнее. Да, это так и есть. Вот. Поэтому отпускайте родителей. А родители? Единственное, в общем, ты уже замуж вышла за него или нет еще? Лежать, да. Не стоит, мне кажется. Она старшая, но третьего ребенка не хочет. Она очень прямо плачет на возрасте. Кто не хочет? Старшая. В смысле, чтобы ты родила? Да, чтобы я родила. Это пройдет. Ты просто, когда родиться, больше внимания старшего уйти сюда или мужа попросить, чтобы он постоянно на нее вот. Она недополучила любви, и поэтому для нее угроза. Потому что забудут ее, да? Для нее угроза. Значит, отчим внимания меньше уделил, родной отец меньше внимания уделил. Просто попросить, чтобы он больше уделял ее внимания. Там не мало. А вот еще один вопрос. А вот, например, родители разведены, но ребенок почему тянется больше к отцу? Всегда так. Кровь не вода. Ну а почему? Потому что кровь. Кровь. Все-таки. Кровь не вода. Сколько волка не кормили. Да, да. Кровь не вода. Он все равно в основную сторону, они все пойдут. Они будут тянутся туда, как бы ты не хотел. Почему? Ну что мы с ним можем встретить с мальчиками? Ничего не делаем. Ты не изменишь? Да. А что ты делаешь? Ну вырасти потом. Потом поймешь. Почему вот еще, вот, сын, да? Мальчики женятся к мальчике, к мамам уже ближе. И тут, когда он встречает женщину, или жена, ну, женится, да? Он сразу отстраняется. Правильно. Я же тебе говорю, он должен вытеснить тебя во второй контур, а ты будешь против. А вот тут вот самое интересное. Сын Кровь не хочет отстраняться. А, да. Вот как быть, а? Он должен сам отстраниться, понимаешь? Он должен сам отстраниться. Он должен сам отстраниться. Он должен маму. Поэтому бери провинциала, который живет один в городе. Так не сработало! А провинциал один живет в городе, привез маму, да? Это сложнее. Это и вручение. Ну, сложнее. Индивидуальная работа. Как вы работаете? Как вы видите вас? Это в Ютубе мы встаем, ты стоишь, дышишь, у тебя начинается тебя колёжить, и у тебя всё уходит. А это обязательно в Ютубе? Нет, это индивидуальная. Я никого не снимаю. Это индивидуальная сессия, они бесплатные, которые на Ютубе. Они бесплатные. Нет, бесплатные. Они бесплатные. А, они же не бесплатные. Короче, они не за дорого. Тогда они не за дорого. А, ага. не приходят. Потому что бывает приходят, там чиновник придёт, там какой-то там публичный человек, бизнес-тренер, там ещё кто-то. Ты же не скажешь, он у меня был, идите ко мне. Вы много расскажете больше о себе, о своей технике? Я вообще изначально, я работаю с эмоциональными блоками. Это те обиды, которые, вот вы говорите, которые не накапливаются. Агрессия, раздражение, то, которое накапливается в человеке, вот с этим я работаю. Как это происходит? Я совместил психологию, совместил немножко телеский. Но я вам честно говорю, и телеский психологии там вот так. Я совместил энергетику. Это та часть, которую не видно. Энергии. И ты, когда становишься под частотой энергетически, начинаешь дышать, и твои блоки вскрываются, твои какие-то обиды поднимаются непонятные. У них только люди сворачиваются так руки, вот так на холотропе тоже бывает. Выворачиваются руки. Ноги в другую сторону. Лицо в другую. И тебе плохо и плохо, и кажется, ты сейчас умрёшь. Да. Если человек в этом состоянии оставить и сказать успокойся, подыши часа три. И потом отпустит. Если надавить на точки, там проораться, проплакаться, отпустит сразу. Ну, минут 15. То есть это блоки, которые можно, например, мастер-кит прорабатывать. Вы можете через... Подождите, смотри. Мастер-кит. Мастер-кит прорабатывает установки в голове. Ага. Да? Я вытаскиваю эмоции из тела. Физические. Физические эмоции из тела. Какие-то установки, конечно, там слетают в башне. Но перепрограммироваться всё равно нужно или аффирмациями, или вот этим мастер-китом очень хорошо прорабатывается. А как нужно узнать, у тебя есть блоки или нет? У всех есть. У всех есть. У всех есть. Я видел двоих, по-моему, троих я видел. Я ещё видела у вас, где клиенты, там что-то энергетические вампиры там что-то были. Вы это видите или как вообще? А это вы чуть все чувствуете. Это вампир, когда вампирит мужчина. Это как пол в спине какой-то. И вот лопатки болят, вот непонятно что-то там этот... Некоторые даже в больницу идут. Это мужчина вампирит. А вы видение сущности? Сейчас подожди. Ага. Женщина вампирит маленькими рыболовными крючками. Но от каждой женщины именно от одной. От неё штук 300-500 крючков. Из-за этого на спине идёт зуд. Вот кто замужем, помните? Муж приходит домой почище спину. И начинается морской бой. Правее, левее, выше, ты что право стою перепутала. Достала, тупая, короче. Да почеши здесь. Потом встаёт в косяк. Хера что-то. Да? Эта женщина завампирила. Это где-то на работе, где-то этот. Где-то он среагировал, обидел себя. Или как-то этот, она его зацепила. Это энергетический. Да. Но запомните одну вещь. Тебя... Тебя вампирят. Не потому что они сволочи. А потому что ты позволил. Ты позволил. Зацепил. Я обиделся. Я разозлился. И поэтому меня вампирят. Это не он козёл. Это когда реагирует, да? Да. Твоя реакция, она даёт вот так. Из-за этого ты сидишь всё хорошо, прям раз и подоксил. Бывает же раз? Да. Да, да. Это вот подъели. Что-то вспомнил, тебя раз съели. Эм... 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 Хрустнула где-то ветка. Ты напрягаешься. Ты должен повернуться. Весь твой организм мобилизуется. Потому что тебе надо либо бежать за добычей, либо бежать от него, потому что добыча ты. И тебе надо в этот... Это же стрессовая ситуация. Классно. Сейчас подожди. Тебя замыкает, когда ты напрягаешься в современном мире теперь. На тебя шеф наорал. Ты напрёкся, стрессанул. И ты никуда не убежал. Ты просто простоял, прослушал и ушёл. Что происходит? У тебя мышцы спазмируются. И ты вот такой зажатый лет 20 потом ходишь. Особенно когда авария, когда нападение, когда какие-то стрессы, разлуки, вот любая какая-то страх, злость, ненависть, оно вызывает спазм в теле. Почему я стучу вот здесь? Потому что здесь спазм стресса. Тут спазмируется тогда, когда ты теряешь большие суммы денег, когда ты теряешь человека, кто-то умер. Вот тут вот просто камень в живот. И тогда вот эти мышцы надо расслабить и потом живот становится мягким. Вот тут агрессия. Здесь нежелание слышать, нежелание видеть. В горле нежелание, ну вот, ты что-то проглотил, не досказал. И вот эти все признаки, знаете, ещё я вам скажу, от политической ситуации в стране очень сильно они как-то зависят. Потому что одно время всё было вот здесь в агрессии, потом уши закладывало, потом глаза переставали почему-то у них реагируют, ну начали реагировать. Сейчас, знаете, где в горле? Не могу сказать. У всех, да. Сейчас у всех ксикашников, заметили? У всех все думают, астма или аллергия. Это не астма, это блок эмоциональный. Его пророгаешь, пророгаешь, всё отпустишь. Всё отпустишь. Теперь смотрите, к чему приводит стресс. Теперь к физике, да. Это, знаете, это как вирус в компьютере, который убивает твою материнскую плату, да. То есть он там что-то нагревается и горит. То же самое происходит со стрессом. Ты напряглась, у тебя это зажалось. Первые органы, которые реагируют, это мочеполовая система, потому что если у тебя волк, допустим, это был сзади, да, если он тебя догонит и съест, ну, неважно будет, покакал, ты пописал, что там сделал, то есть оно. Потом желудок, тоже неважно, переваришь ты или не переваришь, и мозг. Потому что в момент, когда надо бежать, думать не надо. Вся кровь отливает от этих трех вот систем в мышцы, в ноги, в живот, в тело куда-то, и спазмирует, они мобилизуются. И ты вот зажимаешься и начинает, ну, мочеполовая система лететь, в желудок и все болит. Псориаз – это чуть-чуть другое. Псориаз – это внутренняя ненависть. Псориаз – это внутренняя ненависть к себе. Это тогда, когда человек себя прям ненавидит. Это прямо когда я себя ненавижу. А если он прошел? Кто? Псориаз – значит тебя отпустило. Значит, какая-то ситуация прошла, ты себя простила и поэтому отпустила. Психосоматика? Да. А психосоматика получается? Да. Единственное, знаете, я не могу дать гарантии. Потому что в психосоматике никто ничего не гарантирует. Мы можем попасть, а можем не попасть. Поэтому за болячий не берусь. Но до слез я тебя точно доведу. То есть, ну, это, по женщинам это единственный, ну вот, выглядели сами. Мирило, наверное, получилось, не получилось. Поплакывало, получилось. А с мужчинами чуть по-другому. У мужчин выходит иногда агрессия. Иногда люди, которые терпимы их боли, они зажимают, и с ними очень тяжело. И у мужчин это происходит изменение чуть-чуть дольше. Ну, прям долгие. Потому что они начинают анализировать, думать. И когда получают результат, они не всегда еще этот результат с тобой, как бы, да, не осознают ничего. Получается, например, как сняли блок, там, жизнь изменения идут, да? Все сдвигается. Все сдвигается. Если снять блоки, да, потом заново они могут? Могут. Это как звучит. А что нужно делать? Это после тренинга, потом даю аффирмации, письма прощения. Она, например, вам скинет. Вы можете просто даже зайти в YouTube, написать аффирмации для женщин, слушать три раза в день и они выходят. Письма прощения забьете и там тоже выйдет. То есть просто сделайте и все. То есть после высвобождения нужно делать какое-то такое постоянное обговорение. Самостоятельные эти блоки невозможно. Я себя снимал и один раз потерял сознание, и я не знаю, сколько я лежал на полу, я глаза открыл, пошел, улег спать и все. Единственное, я понял, что я восстанил, потому что байтерек в окне был. Я думаю, что я сам себя не смогу, что ли? А это был период, когда я принимал по 12-14 человек в день. Я себя на глаза надаю, потерял сознание, короче. Поэтому самостоятельно лучше не делать. И всегда нужно, знаешь, с эмоциональными блоками есть момент, когда нельзя останавливаться. Многие там говорят, ой, вы там ее бьете, убиваете, потому что она начинает замыкать обратно. Что толку, если твой блок из живота подниму тебе до горла? И не выйдет. И не выйдет. Ты просто будешь задыхаться, не сможешь, ну, будешь плохо дышать. Сосновой бушкой. Да. Зачем? У каждого человека индивидуально, допустим, у кого-то какой-то блок. Вы как это видите? Это видно, это можно почувствовать. У каждого человека есть свое биополе. И у тебя, и у меня. Я своим биополем, это касается тебя. Я начинаю чувствовать то, что чувствуешь ты на полторы минуты раньше тебя. Где-то уколола, где-то там, где-то там, где-то там, где-то там, где-то там, где-то там. Если вот эту сенсорику развить, можно вообще сразу говорить про взаимоотношения с кем у тебя как. То есть, ну, это прям, это уже наработки такие. А вы сейчас знаете, что это не в палетках? Я нет, это, нет. Это чуть-чуть, это быстро срабатывается. Пойдем вы, вы, понимаете, что? Если без камеры, тогда садись. Ну, ладно. Мы потом вырезать не сможем, поэтому закрой глаза, потом через нос, потом через нос. Смотрите, то, что вот. Я диагностику просто сделаю, ладно? Дышим. Смотрите, то, что вот. Вас зовут? Оркен. Оркен. Правая нога длиннее, чем левая. Я не знаю, вы замечаете или нет, но, в общем, правая длиннее. Это взаимоотношения с мужчинами, это с отцом плохие, скорее всего, отношения. И с мужчинами вообще конфликтов много. Потому что он, ну, как-то соперничает. Руки черные, видите? Левая и правая, руки, они, этот, темнеют. Это не принятие себя. Он очень устал сильно. Потому что энергии уже нет. Уже, ну, сильно вдох. Чудо. Боли душевные очень много. Он очень много чего накопил внутри. В веке трясутся, это страхи сильные. Это очень много, ну, много страхов, которые он нахватал. Удох. Чудо. Потом, чуть-чуть опять туда отсыл к деньгам сделаю. Взаимоотношения с отцом приводят тебя, вот, чем лучше у тебя взаимоотношения с папой, тем больше у тебя денег. Это у мальчиков. Это всех. А, у всех. Это с миром. Взаимодействие с миром, это вот, достижение, это отец. Вы хотите больше зарабатывать, звоните папе каждый день, пока он живой. А если нет. Ну, тогда просто благодари про себя. И прими его. И прости его. Ну, и мужчины очень злые. Ну, он сдерживается, он сильно. Убери телефон. Положи руки отсюда. Какой звук? Вставай. 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 Это неизвестная программа, случайно. Дыши. Теперь смотрите, женские энергии добавили, он руку отпускает, видите? Мужская энергия в чистом виде, она разрушительная. И поэтому должен быть такой симбиоз. В балансе, да? В балансе должен быть. В балансе, да? В балансе должен быть. Если на скидку, то с родителями вам вопрос надо решать очень сильно, потому что у вас там нехорошо. Вам надо и простить, и принять обоих, и папу, и маму. Женщин очень много вокруг него. Вампири сживут все мамы, вот честно. Все женщины просто сжирают, у них прям вся спина утыкана. На кумбар ты не ведет? Нет, у кумбар столько энергии, столько страсти, столько женщин. Там можно город осветить на сутки, если не на двое. Он даже оставался без электрического. Кумбар подключать? Нет, 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 нет. Я слегка чуть-чуть уберу. Тот. Ты не держи. Заодно. Лучше сделай. И выдыхай тихонько. Не терпи. Еще вдох. Через рот. Через рот. Вот так. Еще. Дыши. В теле ощущения какие? Легко все. Хорошо. Руки зудят. Не имеют. Дыши, еще и посмотрим. То, что сейчас сделает, немножко волю ослабил. Тот спазм, который был, когда зажим убрали, воздух пошел. Сейчас агрессия на женщин идет, потому что скулу левую слонят. Сейчас он такой красивый. Просто он уже в таком состоянии, когда он не может агрессировать. То есть он злится, но энергии нет. Там столько женщин повисло там или не знаю. Он сам виноват, да? Если искать виновного, то всегда сам виноват. Начни с себя. Терненькие. 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 Это не принятие себя. Вот сейчас они отекают руки. Видите? Да, они отекают. И почему-то больше не правда. Это взаимоотношение с миром и с акцом. Ну, с папой. А когда руки подкашивают? Терненькие. В какой момент? Когда стоят или когда дышат или что? Это нежелание идти. Это не хочу жить. Или боюсь там уволиться с работы. Вообще левая сторона отвечает. Левая сторона отвечает за все взаимодействие твои с женщинами и с тобой как с женщиной. Если ты женщина, правая сторона твои взаимоотношения с мужчинами. И если ты мужчина, твои взаимоотношения с собой как с мужчиной. Принимаешь ли ты свои поступки или не принимаешь? Как дела? Ощущения какие? Ну, не так всегда. Руки зудят. Ага. Мужчины, вот смотрите, что такое мужское нормальное? Когда в пределах нормы? Многие эти же люди. Вот. Видишь? Ну, я сейчас прислушиваться просто. Ага. Хорошо. Ну, ложи куда-нибудь. 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 Куда хочешь, да? Не надо. Потому что на всех сторон женщины. Просто он чуть обесточен, и его надо наполнить из-за этого. А бывает у женщины энергия? И вот так вот мужчины от тебя пишут? Но у тебя много энергии. Тебе отдавать больше надо. Здесь вообще вот много отдающих. Здесь я смотрю. Ага. Вот так вот прям. Все почти. Отдающие, да? Все. Ну ладно, да? Вам надо. У тебя тоже. Вот. Вот сильно отдаёшь. По нему. Мурашки нашли. Ага. Отдаши. Вы отдаёте сильно. Ты отдаёшь. А я. Ну, ты так и более. Вот так и более. Вот так и более. Вот так и более. Вот так и более. Нет. У вас потребность отдавать. Ааа. Это больше можно сказать. Я таким людям вообще рекомендовал профессии такие отдающих. Массажист, психолог. Там ну или что-то другое связанное с этим. Вот только не этим да. 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 Это знаешь. Это вы люди. Вот кого это. Вы те, кто наносит пользу без спроса. Да, да, да. Причиняю. Добро. И по правильному пользу. Вот. Угу. Прям в глотку прям. Да, да, да. Ну съешь. Ха-ха-ха. Прям в глотку вы забиваете. Это знаете как видно? Это по плечам. Да. Это по катке плечи. У меня вот эти. Вот здесь везде. Это шейный стихондроз. Это чужие проблемы на своём корпусе. Да. Это чужие проблемы на своём голове. У вас, по-моему, депрессия у вас чуть. Вы сейчас нам выходите, чтобы к вам. Вы сейчас не отдаёте. Вы сейчас хотите брать. Ты хочешь брать? Угу. Я могу ошибаться, но по-моему, так. А ваш основной 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 основной. Да. Блокит. Да. В твоём основной основной? Да. Встань. Да. Это твоя хорошая страсть. Хочешь быть для всех хорошим? Да, лучше дышать. Сейчас чуть-чуть дышать. Правый глаз не желай. Ну, почему-то не хочешь видеть мужчин? Ну, я не знаю. Что-то. Какая ситуация есть, которую ты не принимаешь. Или с отцом, или с кем-то. Может, брат, не знаю. И левое плечо у тебя ниже, чем правое. Это заниженная самооценка, как у женщины. Плохая мать, плохая дочь, плохая сестра, плохая жена. Это то, как ты про себя думаешь, это не обязательно так. Ну, это основной. Ну, и тащишь на себе, у тебя же шея сверху. Шея же болит. Да. А частные оргии, ну, что это значит? Не высказываться. Да. Не высказываться, надо смотреть. Видите, лицо светлее становится. Мне оба отпустила или не имеют? Левое плечо. Ага. А вот это состояние хронической усталости. Это блоки. Это стресс, который ты зажала. Его надо вытащить. А вот такое ощущение иногда, что больше мужского, допустим, разговариваем. Смотрите, есть такое немножко заблуждение. Когда вам немного мужской энергии, мне надо ее убрать, там, мою силу бросить. Не бросайте свою силу. Если у тебя много мужской энергии, оставь. Женскую развивай. Да. Женскую развивай. Твоя сила никому не нужна. Да. У вас очень все запущено. Заблокировано все. Вот так, наверное. Смотрите, самый быстрый способ. Если я забыла, что такое женственность. Да. Я не помню, допустим. Чего ты так-то давно такого не ощущала? Какое-то кокетство куда-то делось, да? Я как-то не умею заигрывать. Одеваете платье. Юрку, каблуки. Снимаете нижнее белье. О, шикольно. И пошли в кино, в торговый центр, просто погулять. С мужем? Да, хоть с кем. И ему скажешь. Просто погулять. Откуда чего берется? Ногу на ногу. Там где-то. И глазки горят. Сразу все включается. Я не знаю, что там с трусами связано. Но у вас какой-то прям с этим пунктом. Это блог снимается. Да. Ты вспоминаешь. Мне кажется, что все видят. Все смотрят. Почему-то все догадываются. Все видят. В этом есть какая-то доступность. Интрига. Такое, чтобы быстро себя разогнать, это ну примерно так. Я вот когда почувствовала, что к мужу холодное стало. И стала работать над собой. Думаю, блин, ну, готова мужу кому-то отдавать. Смотрю, что там. Космин стал приходить. Купила белье. Стала чуть хокетничать. Что ты хочешь перед тем, к кому приехать позвонила. Что ты кушать будешь. Что приготовить так. И это. Смотри, что там. А? И начала кокетничать. Он мне сказал, что с тобой случилось. Я говорю, ну в смысле что случилось? А что ты такая стала как? Значит, у тебя кто-то появился. Ну хорошо. Конечно. Ты даже добавила огня. Я так, не так. У меня стало. В смысле говорю? Я начала ругаться. Надо было сказать. Ну не знаю. Я сам еще как-нибудь подумаю. Вот у меня нету же вот этой короткие же мысли у меня. И я начала ругаться. Я говорю, ты чего, говори? Что хочешь сказать, что я гуляю что ли? Я говорю, да пошел ты. Я говорю, я тебе все взяла. Какой сути спортила? Он говорит, ну а чего ты такая стала? И он со мной стал ругаться. И мы, короче, не стали больше экспериментировать. Это было лет пять назад, наверное. Потом все. Все. Каждый остался такой, какой он есть. Теперь свое мнение. Повтори. Ну что, не сразу, а... Теперь я буду всегда такой. Там, да, 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 да. Я не умею какие-нибудь мечты. Вот это себе не могу работать. Учись. Учись пройти женский тренинг и тебя научат. Я не мастер там, как отец, но... Подержи. Ну, вдох. Вдох сделаем? И выдыхаем. И выдыхаем. Угу. Угу. Крептёришь? Угу. 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 Чувствую, чем вы. Угу. 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 Тяжелая артиллерия. Потихоньку пусть наполнится чуть-чуть. Да. Угу. И все. отдаешься не больше Бога. Потом смотрите, вот это в всем привлём и всего касается то чего тебе не хватает создавай. Не хватает любви создавай любовь, не хватает внимания окажи внимание мужу, не хватает страсти создавай страсть, не хватает радости создавай радость. То есть, создай призрор семей, не создай праздник детям, там где сон садуй просто. Так, желчь пошла потому что вы ждете когда он сделает первый шаг создавая я тебе говорю то что тебе не хватает создавать не имею в виду то что не хватает мужа создай мужу не мне не хватает не переживай то что если мы работаем с мужем не хватает любви создавали не жди это вот это вот женская девчачья манипуляция когда я отвернулась а ты догадайся что ты сделал не так обиды это гениальный способ манипуляции людьми когда я виделся на тебя я заказываю музыку и я оцениваю твой танец и только я могу сказать ну вот сейчас ладно хватит если мужчина печи его мама воспитывала ничего не он дядя но постоянно начинает мне кажется мне кажется это манипуляция манипуляция всегда обиды это всегда манипуляция что бы учитывать спрашивай про мастер-класс двадцать пятого что будет мастер-класс двадцать пятого будем вот так дышать плакать и кричать все будем все но смотрите мастер-класс я никого не заставляю если ты приходишь на тренинг я по любому тебя вытащу и ты будешь там дышать и мы с тобой будем работать но на мастер-класс если ты говоришь меня не трогать ты просто за свои дети сидишь и смотришь цирк тогда ну ничего не будет нигде нигде ничего не будет ну фотографию сделаем там уже все красивые а то есть там не будет снимать нет во сколько а в чем у нас снимать тренинг тренинг он мастер-класс смотрите он просто вообще мастер-класс подразумевает просто знакомство сегодня да но так получилось что мой мастер-класс стал таким что мы там можем проработать какие-то блоки мы будем прорабатывать с тобой вот то что у тебя пойдет получилось хорошо не получилось ну и потому что там по времени очень сжато ты можешь вот так там упираться два часа и ничего не выйдет а можешь прийти и нормально проработаться и у тебя выйдет ну лучше да будьте готовы что я готова пришла если что то будет происходить не пугайся и не надо ну там там а что других методов нету ну тогда им лучше не приходи ну не надо нет в чем разница тренинг тренинг он идет два часа мастер-класс идет нет мастер-класс я будет знаю тренинг круче индивидуально ты чтобы получить эффект как от тренинга нужно как минимум 3-4 сессии а в тренинге групповая динамика намного лучше если устала что происходит в теле скажи сейчас вот в левой руке как будто как сказать ну вот как будто кол такой стянет ее еще правая рука мурашки ну в руках мурашки ну что еще имел бы чуть-чуть мурашки ну пошли были сильные ноги в ногах отпускайте его садитесь садитесь я считаю не понятно не понятно руки слабые руки тяжелые руки тяжелые ноги тяжелые стряхивай чуть-чуть потопай руки стрельные стряхивай садитесь смотрите смотрите я же не могу совершить сильный убор потому что это будет вред когда ты терпеливый закрываешь эмоции ничего не выйдет сейчас это то что с вами мы сделали мы чуть убрали блок отсюда мы немножко напомнили сил будет чуть-чуть больше оценишь потом не оценишь потом просто понаблюдайте как было и как стало в какой-то период будет немножко раздражение скорее всего и непринятие агрессии будут выходить просто где-нибудь загрузить прокричить и тебя чуть-чуть отпустят то есть вообще человек не теряющий успокоен у вас агрессии очень много у вас подавленной агрессии очень много и и на отца внимание обратите а я его не знал я узнал что он есть три года письма прощения он сейчас живой да и идите посидите чай попейте я с ним созванивался помню ни в какую не хочется письма прощения попишите у него обиды тогда письма прощения предпишите у себя сам прости его ладно потому что его не было потому что смотрите я веришь я можно я воспитывался у бабушки с дедушкой вообще то есть я до сорока лет я считал до сорока четырех лет я считал что они мои родители и когда их умер а их не стало сначала отец ушел когда отец жил был вообще ни одна мышь сказать не могла что я не их когда отца не стало уже уже начали намекать матери не стало и видимо это то есть у меня как раз в этот момент с деньгами началось проблемы сейчас посмотрите вот я в итоге все рассказал как как усыновлять детей вообще в этой традиции передавать ребенка бабушке с дедушкой если или там племянника отдать там брату ну вот сейчас смотри если с точки зрения вот чем усыновлять кого то если ты не можешь детей иметь то лучше взять племянника потому что он несет карму твоего рода все равно если ты берешь усыновляющего ребенка с другого рода ты берешь карму чужого рода когда это тебе надо я не знаю это тоже свои какие то там вещи поэтому с этой стороны это ну как бы хорошо но человек который воспитывался не родителями и не у родителей у него чувство брошенности предательства и остается на всю жизнь и всегда обычно такие люди по остаточному признаку везде в отношениях в бизнесе везде то есть знаете как то не я люблю меня бабушка с дедушкой вообще любили страшно я в бизнесе всегда буду успешным я слышал не 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 ощущение что тебя бросили никому не нужно будут преследовать ну таких людей обычно преследуют всю жизнь я могу ошибаться может это тебя не касается но вот но чтоб вы поняли примерно как это проявляется у меня есть товарищ один он он воспитывался у бабушки с дедушки да и когда я ему на день рождения подарил парконе он он принял сказал спасибо и я думал что это и он его не носил я через месяц спрашиваю почему ты его не носишь он говорит ну конечно а я подарил такой же как у меня ну конечно у тебя оригинальный ты мне уже фейк подарил я в Крымсе минут сорок орал на него я говорю как ты вообще мог подумать и я на него такого полкона спустил он недостоин да он внутри недостоин понимаешь и поэтому он чувствует себя недостоин да и поэтому ему очень тяжело было принять сейчас он конечно себя проработал и принимает там этот но на тот период ну прям радикальное прощение читал ну прощение денег ну лучше этот письма прощения найдите в ютубе ролик просто сделайте то что я там говорю и потом посмотришь но сделай на сто процентов настолько насколько вы можете еще один дам вечер пишет там в общем найдете там можно вопрос я начала писать вчера первое письмо и не знала с кого начинать там есть список подожди там есть список всех надо всех каждый день еще раз внимательно просто ролик ну просто про это уже очень много сказано ролик посмотрите внимательно все делали а кто делал в прошлом году и уже все сбылось в общем можете кто еще не делал сделайте заново кто 100 желаний 100 своих хочу 100 своих хочу просто напиши посмотри когда тебе будут колбасить дай себе дедлайн там 2 часа 3 часа потому что в какой-то момент желания кончатся да оказалось что материальных желаний их не так много до 30 все доходят я до 28 материальных желаний написал и все кончилось я написал туда все что там короче все написал и и не мог ничего придумать ты свой мозг растянешь на свои желания любые материальные кончатся до 30-70 придется выдумывать почесать макаку 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 тоже желание единственное путешествие не надо хочу путешествовать первая там пункция вторая ну не надо 160 стран не нужно перечислить просто путешествовать и там может на этом закончено то есть туда можно прописать такие страны и остальное потом опять что с этим потом делать выписывайте все материальные желания которые у тебя здесь будут все квартиры машины там я не знаю какие-то желания у тебя же есть и напротив каждого желания пишешь сумму сколько это стоит почему потому что мост так у нас устроен мы свои мечты преувеличиваем нам кажется что машины стоят там 300 тысяч долларов часы стоят 500 там квартира стоит 2 миллиона то есть мы преувеличим очень много и знаете в 90-е когда как я хотел BMW я всегда думал что BMW там где-то к 300 тысячам корячится какое моё разочарование было когда я узнал что последний X5 или там X6 стоит 80 тысяч долларов самый упакованный новый в салоне 80 тысяч долларов моя мечта девальвировала в 3 раза ну то есть дом хочешь иди узнать сколько стоит ну не так узнать там типа кажется столько а идешь и находишь маклера хочешь хозяина идешь торгующий и узнаешь реальную стоимость потому что когда я пришел в BMW центр и они когда стали выяснять вообще там можно ничего не платить и забрать эту машину тебе и кредит уже день ее кредитно оформят ну то есть короче без тебя все сделают и ты просто там в течение 3 лет рассчитаешь то есть она прям девальвировала там больше чем 3 раза то есть и так все иди съесть и узнай иди съесть и узнай иди съесть и узнай потому что по сайтам смотришь иди съесть и узнай там скорее всего дороже стоит на я же тут год почти мечтал уехать в Америку вообще жить хотела а у вас же брат у меня брат туда уехал и я получил визу и уехал туда посмотрел где там месяц пожил теперь я туда не хочу но я понял что наш мир намного дешевле чем вообще весь мир живет потому что там в Испании или где-то это там все реально дороже для нас у нас вообще это мозг срывается у нас последний парень тоже уезжал в предприниматель а дома попался тоже уехал вернулся вернулся и никуда не хочет зато сейчас как включился пошел у нас нет налогов поэтому поэтому это лучше поэтому это вот это смотрите сегодня то что было да так получилось что это практически наверное одна третья тренинга вот то что вот это треть второго дня то что мы сегодня вот вот я вас благодарю за то что вы пришли за то что вы поучаствовали за то что вам это просто интересно я вам просто всем рекомендую слушайте аффирмации пишите письма прощения я знаете я не люблю когда там вот если ко мне не уйдете все умрете все есть в ютубе можете сделать сами но если чувствуешь что у тебя проблемы ну приди туда куда может дотянуться в плане денег можете в мастер-класс приди на мастер-класс может до тренинга не приходите на мастер-класс приходите сразу cuando them стесняешьсяа там как то работать при всех приди индивидуально и потом приди на тренинг прийдя на тренинг потому что там очень много подобной информации сегодня я рассказывал здесь то что материальное это то, что не вызывает отрицания такого сильного. Потому что остальные две трети это про энергетику, это про медитацию, это про то, что нельзя пощупать, это можно только поверить, нужно почувствовать. Первый день, когда выходят блоги, то по-любому нельзя сказать, что между нами ничего не было потом. После первого дня проработки по-любому вера возрастает. А потом второй день заходит с энергией, с энергетикой очень легко. И поэтому два дня. Два дня вы объединяетесь в группе, у вас что-то там происходит, вы какие-то упражнения делаете, и потом второй день он сближает. И второй день, там есть кульминация, когда наполнение тебя ставят, все обнимают, ты наполняешься, заливаешься той любовью, энергией, ты получаешь опыт, когда тебя любят просто так не знакомые люди практически. И вот это вот бесценно. Потому что все два дня мы ведем к этому дню, чтобы ты смог просто принять. Когда индивидуально, это уже нет. Когда индивидуально, я, конечно, могу пообнимать, но это затягивается во времени, это 3-4 сеанса, мне кажется. А почему будет слишком долго? На мастер-классе, который будет 25? Будут блоки высвобождать, будем дать. А как? Мастер-класс раз в месяц, тренинг раз в месяц тоже. То есть в Алматы по катаре. Да. И тренинг, и мастер-класс он раз в месяц. И в Астане тоже. Я вообще здесь не местный, да? Своенность. Анюра вам потом все отправит или скажет про цены? Тренинг проводит 25-26, да? Нет, тренинг будет 17-18 августа. А мастер-класс 25-го, это будет после 20. Будет 2-часовой. Там проплачьте, прокричитесь, если хотите. А тренинг? Тренинг будет в Алматы. В Алматы, да. А индивидуально работает? Я до 1 августа здесь, я могу завтра хоть принять. А сам он у нас сюда? А? Сам я, семья здесь живет, да я уже не знаю. Я когда просыпаюсь, если потолок не домашний, я вспоминаю, какой город вообще. Потому что за вот эти последние 6 лет наивкался так, что у меня 8 перелетов в месяц было. И, знаете, первый раз я остановился и отдохнул, когда я вышел из самолета и таксист спросил, самолет откуда прилетел. Я на него стоял, минут 15 стоялся, я не мог вспомнить, из какого города я прилетел. Вы уже говорите, медитация, афирмация, да? Вот я, например, делаю зубов. Это как бы, тоже можно таким образом поддерживать? Можно, да. Можно. Это работает. Это работает. Медитация, афирмация, все работают. Просто смотрите, если вы будете самостоятельно искать афирмации, лучше возьмите те, которые у меня на канале, потому что это лучшие медитации, которые я вообще видел, ну, женские. А у вас медитации? Да. Это не афирмации там. Это лучшая афирмация, которая есть, это свяшая. Я таких слов на русском языке вообще не пользуюсь такими словами. Там, беспечная, беспечная женщина. Что-то там, короче, я начала термации слушать, потом вас нашла. Вот, вот. Они наворочены медитацией. Если будете подбирать себе медитации, уберите сравнение. Самое красивое, самое... Вот это уберите тут. Не нужно. Сравнение убивает. Ты всегда будешь сравнивать себя с теми, кто выше. И будешь сразу не очень. И чувствуешь свою медисть. Просто умное, красивое. Так что, кому куда нужно будет, приходите на мастер-класс, на индивидуалку, приходите на тренинг, там, вот это... Я думаю, что это, ну... Это очень сильно недооценено пока. И это будет набирать ценности и популяции. А у вас обучение этим навыкам вашим? Этим навыкам я обучаю только в Астане пока. Потому что у нас есть некая разделенность. Но я могу показать, куда идти в Алматы, чтобы об этом научиться, если кто-то хочет. Но раньше я всегда всех затягивал. Пойдем, тебя научу, там, вот приходи здесь учись. Мне казалось, что это нужно всеми, всем это нравится. Когда? А, оказалось, это нафиг никому не нужно в чужом говне говырять. Если вы просто прийти на тренинг, вы посмотрите, сколько вот этого негатива проходит через меня или на тренинге, ты поймешь, что, ну, многие понимают, что лучше прийти, на локсорс это отдать и уйти, и больше никогда не сталкиваться. А как вы обойтись? Ну, да. Как вообще? Я восстанавливаюсь на мастер-классах, я восстанавливаюсь на тренинге, но тело я восстанавливаю в бане. Я, есть, там, вот какие-то техники, там, выезжают на природу, там, мне не помогает. Почему-то нет. Вода. Почему-то вода всегда? Мне вода. Я иду в баню, в Варасан, я ухожу туда, там, в последнее время в 4 стало уходить дня и выхожу в 11 ночи. Вообще, раньше я уходил в 10 утра и выходил в 11 ночи. В 10, то есть, в 13 часов я пил квас, спал, парился, паренщика, там, этого массажиста, то есть, брал услуги и мне хорошо. Только так мне помогает. В Москве я иду в Сандуны, в Астане только не получается пока почему-то, в бане. Там некогда, всегда. Там постоянно работы много и там весь город он такой не на кайфе он много. Там не кайфанешь, там люди, знаете, у меня нет времени, у меня все занято, я не смогу вас принять, я завтра улетаю. Я могу принять вас единственный один час у меня есть, если только в 11 часов ночи. Знаете, что говорят? Запишите, я как раз с работы буду идти. С какой ты работой будешь идти? Когда у меня рабочий день заканчивается? А в Алма-Ате это кайф. Тут у всех там можно после работы или там днем придут все на расслабоне и спокойно я в баню хожу. А в Астане и в Москве получается время много иду в Сандуны. И вам рекомендую в баню обязательно всем. Или сольные ванны. Три пачки соли на ванну хотя бы раз в неделю или раз в месяц просто посидите. Я раньше думал, что, знаете, Ралтус нас кормит этим песком. А оказывается это с человека шлаки выходит. Это песок, не соль. Это песок, это не соль. Потому что я как-то что-то... Меня как-то... Вообще вот этот песок... А? Песок с ипосов. Да, да. Вот этот песок, который в соли, если сейчас... Я не знаю, когда вырежется или нет, но это порча. Я не знаю, вы верите в это или нет, это порча. И один раз я как-то насыпал соль. Вот так ногу в ванну и на соль прям, и от ноги прям как чернила вот так пошло. Это сильно что-то тогда сделали, и я не умру. Могу. вытаскиваю. Это порча. Вот как у вас примерно человек стоит, все немеет, и в принципе все в пределах нормы. И иногда происходит, когда сильно, тогда онемения происходит во всем теле. Тебе как будто парализовало, и ты вот так стоишь. Но визуально все хорошо. Это порча. Магия. Руки вот этого выворачиваться, в сущности, это вот, у вас вопрос был, это когда вот человек кричит и начинается прям виски идет. Прям вот это веке, и оно вот выходит. Это вот такое. Бывают эти сущности разговаривают, там, выходи, не выйду, как тебя зовут, можно прям поговорить, сколько лет ты здесь живешь, национальность, откуда взялся. они прям, ну вот, бывают разговорчивые, они как-то разговаривали. Ко мне какой-то парень приходил, я с него этого грузина вытаскивал, наверное, месяца три. Я с него вытащил всех за год, и остался один грузин. И он, вот так, вот так, я говорю, вот этот, о, привет. И я ему когда говорю, слышь, ты, короче, старик, ну-ка, давай, пошел вон отсюда. А, нет, я отсюда не выйду, вот так вот. Я хинкали хочу, а, я хинкали люблю, он хинкали не ест, вот такой. Я его, не знаю, месяц его вытаскивал, честно. Я задолбался этого грузина, я про него все узнал, где он жил, в каких горах, что он умер там в девяносто с лишним лет, да, и вот он уже там шатается из человека в человек, уже там лет двести ходит туда-сюда. Ничего себе. То есть, ну, есть такие какие-то вещи, они немножко за гранью понимания, и поэтому я на каждом углу об этом не кричу, потому что и так меня шаталтаном обзывали. И так все равно. Страх, агрессия, злость, ненависть, любая негативная эмоция, когда она в апогее, они в тебя заходят. Бывает еще с магией тебе подсаживают сущность, бывает с порчей подсаживаются, но это такое. У них есть классификация у этих сущностей, там отомет, вот там типа лярва говорят, она такая вот, слизкая какая-то такая. И до, вплоть до людей, там, демонов, там всяких херен. То есть, в это сильно вникать, ну, не знаю, у меня же мозг, он эмпирически, четыре образования никуда не деть, у меня уже там в голове табличка есть, там, ну, это вот такое примерно, как рыба, это как животное, это животное, это человек, это там тот. То есть, у меня есть классификация, которая в голове. Первый раз классификацию сущности я увидел у Левашова. Кому интересно, в ютубе запеть, если поверите ему, ну, просто посмотрите. Левашов. Книги еще обещал, да, я покажу, вот этот. Немножко для саморазвития, для того, чтобы этот, у кого есть, знаете, особенно мужчины попадают в такую ловушку, когда все украдено до нас, когда вот очень умные мужчины, когда начинают изучать политику, экономику, они понимают, что, короче, евреи украли все. В какой-то момент, потом доходят до каких-то рептилоидов, до всякой херни, вот в это в хорении как-то ударился. Потому что я изучал, есть концепция общественной безопасности в России, там этот, прям, и там вот это все, там вот это, видишь, вот, я говорю, очень умные мужчины до этого добираются. И там очень много чего вот этого вот описано. Но это все понятно, непонятно, как потом с этим жить. Ты попадаешь в депрессию, тебе кажется, что все закрыто. Вот что теперь с этой фигни выкрутиться? Беседа с Богом. Что? Книга, да? Угу. Нил Дональд Волш. Это, наверное, первая книга, которая что-то мне там поставила на месте, ну, на место в голове. Очень. У меня прям, ну, вот, прям на голове, где про Гитлера, я ее перечитывал, я как советский человек кинул эту книгу в туалет. И каждый раз, когда я там сидел, я ее читал, да? И вот месяца три, ну, месяц, наверное, перечитывал эту главу, я не мог понять про Гитлера. Потому что там была такая фраза, когда ты поймешь, что Гитлер попал в рай, ты поймешь Бога. И там потом объяснение на странице две. Я эту главу перечитывал, я не знаю, сколько раз, я прям остановился, я не мог начать дальше, потому что мне казалось, что если я этого не пойму, то дальше не перейду. И вот пока я не понял, я очень не пришел. Примерно понял, но все равно я против. Все равно против. Как понравилось? Роберт Киасаки, богатый папа, бедный папа, квадрант денежного потока, то есть Роберта Киасаки всего. Прочерку вас классный. Слушай, ты же врач, что он там написал, а спирил. Роберт Киасаки всего. Потом обратите внимание, Наполеон Хилл, вот этот. Думай богатей. Думай богатей, да, Наполеон Хилл. Четвертое. Это Робин Шарма, лидер без титула. Посмотрите. Про воду может быть? Все себя спрашиваются. Про воду? Вы не больны, у вас жажда. Это для здоровья. Интер без титула. Вы не больны, у вас жажда. Это доктор Барт Манхельч, если я не ошибаюсь, потому что фамилия такая себе. Сразу не выгодишь. Это астма, это боли в спине, это сердечно-сосудистые все заболевания, это, короче, прям аллергия, это вот все здесь. Сахарный диабет, все вот тут. Просто почитайте, если я вам начну эту фигню вкручивать сейчас, вы подумайте, что я шарлатан, но сейчас лучше прочитайте. Вы подумайте еще на час. Все научно доказано, все правильно. Врач, самые две ревностные профессии это психологи и врачи. Мы же машину ремонтировать на столе едем. У вас есть образование, там, механика? Ну, мы же не спрашиваем, мы бы загнали за... А у врачей мы почему-то спрашиваем, или там у психолога. Хотя, честно говоря, диплом не дает гарантию качества. Ну, вот... Ну, сегодня, видите, просто институт должен измениться, потому что все знания стали открытыми. Проблема 21 века это пациент умнее врача. Это прям проблема большая. Потому что нет веры, потому что ты должен... То, что у меня в голове, то, что у меня, это должен совпасть. Тогда я тебе верю. Что еще? Самый богатый человек в логе. Самый богатый человек в логе. Особенно на неманом рекомендую, вы поймете, что вы уже так жили давно. Что-то покроет. Это уже, да, это прошито, где-то этот вы уже так правильно жили. У меня жена такая, какая умная, на каждой стройке и ты читаешь это все. Шикарная женщина. Шикарная. Вот, поэтому... Вот так. Вроде все, для разгона этого, в принципе, больше, чем достаточно. Если вы эти книги забьете себе, прощаете в голове и их примените хотя бы 20%, вы начнете двигаться. Потому что, знаете, эти книги, которые я запомнил из тех, которые я прочитал, я за два месяца прочитал 2 гигабайта книг в Орде. Я не знаю, кто понимает объем, я читал в день по 3, от 3 до 5 книг. Я, ну, я тогда не знал, что это скорочтение называется, и потом мне попалась книжка по скорочтению, я понял, что это скорочтение. Что в какой-то момент я уже вот, ну, просто вот так листал. И за последние 6 лет, когда я начал тренингами заниматься, я прочитал всего 2, по-моему, 3 книги. И за последнюю неделю я прослушал 3 книги. То есть, я не могу читать, у меня уже нос просто бастует. Но читаю все равно еще быстро достаточно. Потому что я книгу по маркетингу вот такую за 15 минут, по-моему, я полкниги проглотил, и я понял, что я еще могу. это библиотеки, я вот ждал там в институте, и, короче, пока пролистал, и все. Вот. Это те книги, которые, но смотрите, книги вам ничего не даст. Начните делать. Еще 2 минуты, я нырю, закочу. Чем отличается делание от неделания, да, или просто делать знания? У меня есть такой брат двоюродный. это бывают, знаете, такие пробитые, чуть, вот, вижу цель, не вижу препятствия. Да, он боксер такой вот, и он такой вот, ему что говоришь, что он все делает? Ну, если тренер сказал, надо сделать, то он делает. И, я тогда женат был, мне было 27 лет, и попалась книга «Жизнь без трусов». Читал ты? Да, Алика Леслий «Жизнь без трусов для мужчины». Я читаю, и думаю, вот почему-то мне не попалось в 20. Я бы 27 годам стерся бы весь. Это, это можно же, ну, можно было просто клеить всех подряд. Это крутая книга, прям вот. Я ее положил, жена ее выкинула потом. Я говорю, Витя, книга крутая, возьми, прочитай, она у меня настольная, я тебе не дам, иди купи, короче. Через два месяца он приходит. Спасибо тебе, что ты дал мне эту книгу. Он такая крутая, я прочитал половину, еще половину осталось. Я на него смотрю, я говорю, Витя, ты что, ну, я понимаю, медленно люди читают, но не два месяца же. Я говорю, что ты там читаешь? Я говорю, я ее за день прочитал, ты что, гонишь два месяца? А ты на каком упражнении остановился? Он полгниги сделал все упражнения к тому времени. Он насобирал номера телефонов девчонок, у него, чтобы 500 было. Сейчас, сейчас. Это, как говорят, достать молиться, он крутой, на самом деле. И вот сколько, вот я с ним потом работал, у него прям результаты такие, он прям выстреливает. И вот с такими людьми работать приятно. И он говорит, сделай вот это, он что-то сделал, сделай вот это, он что-то сделал. И рост в деньгах, вот прям быстро. В какой-то момент он уперся в свой потолок сейчас, и он пока боится что-то менять, потому что ему охота сохранить то, что он сейчас имеет. А я, ну, я не люблю ломать. То есть, если ему комфортно, пусть так посидит. А вообще бывает так, что человек, если достиг своего пика, но выше своего уровня не прыгнешь, бывает же у всех какой-то полок. На этом уровне можно остаться вообще? Смотри. Сейчас еще есть. Есть? Да. Сейчас, сейчас. Я как-то был на психологическом форме, и там, я не помню, что это за методика, там они называли это модами. Мод. Мод 1, мод 2, мод 3, и там мод, да мод 7. Потом на санскрите оказалось, что это душа. Переводится. Я думал, это модель поведения, такое себе придумал. И вот эти моды, они идут вот так, графики у них, вот такие. И вот так их 7. Вот так они, вот так погибаются, и вот так 7. Они сразу предупреждали, что теория фашистская. Я еще думаю, что за фашистская теория, они говорят, что с мода на мод перепрыгивать нельзя. Вот если ты родился с таким потенциалом, максимально, на куда ты разобьешься, это вот сюда. Если ты родился с таким потенциалом, максимально твой год будет вот тут. То есть, если ты здесь, то вот тут никогда не окажешься. Эта теория, я так понял, они ее взяли где-то вот с этого, с индусской какой-то вот оттуда темы. Из-за этого ее она сильного распространения не получилась. Она закрытая, какая-то там эта, и они предлагали рассчитать свой мод, и это стоит там тысячу долларов. И я думаю, я так похожу, не надо мне рассчитывать. И вот семь модов от этих. И они говорили, что нельзя. Мое глубокое убеждение, что сегодня, если ты быстро будешь отрабатывать, ты можешь перепрыгивать с мода на мод. Потому что то, что со мной произошло, я честно вам говорю, я был в такой жопе. Мне было так хреново и в деньгах, и в отношениях, и везде, но когда я начал над собой работать, я начал прыгать. И сегодня есть те люди, которые знали меня, какой я был там семь, восемь лет, десять лет назад, это совершенно разные люди. И невозможно провести какую-то параллель, но мне так кажется. Конечно, сегодня, когда все хорошо, любой скажет, ты всегда был упорный, там, да не был я упорный. Ты всегда в себя верил, не верил я в себя. И не всегда. Мы можем сегодня прыгать отсюда. Сегодня мы живем в уникальное время, любой может быть любым. Любой может быть любым. Шикарно. Нам повезло прям. Но единственное, если ты хочешь стабильности, все пропало. Все плохо, стабильности не будет. В общем, всем большое спасибо. Давайте завершим. Да. Да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok